И послушать, как она будет. Конечно. Так, кажется, всё работает, кажется, всё видно, и кажется, даже всех слышно. Давайте же, тем временем, попробуем вспомнить... Мы последние раз виделись ещё, когда я не был таким дремучим стариком. По этому поводу давайте вспомним, чем же экипаж. Контореллы был занят в предыдущих сериях. Я с радостью напомню, что в предыдущих сериях вот этот удивительный корабль Спеллджеммер одержал сокрушительную победу над странным каким-то полурастительным судном имперского эльфийского флота. И раскрошив с помощью выстрелов из своих бомбард и непосредственно баллист всю обшивку противника, повредили. И достаточным образом их кормило, для того, чтобы каким-то образом перестало это что экипаж, что судно вас преследовать или донимать. И обыскав всё, что можно было там найти, Версель, Гизмот и Халтера обнаружили два очень странных цилиндра, которые содержали в себе какую-то переливающуюся многоцветную систему шифровки, которая каким-то образом должна была оберегать содержимое внутри и использовав так называемые глифы ограждения, глифы защиты, глифов ординг. Мы смотрели, как троица активно, долго и практически выковыривая себе глаза, пыталась разобраться, какая же именно отгадка у этого шифра. И чудом или божественным провидением или магией и невероятным методом тыка у них это удалось. По этому поводу, когда цилиндры наконец-то были вскрыты, внутри вы обнаружили разнообразную тактическую информацию о передвижениях судов эльфийского имперского флота внутри хрустальной сферы царств. И также обнаружили очень разрозненную сборку информации, которая описывает, можно сказать, маленький библиографический очерк, посвященный некому легендарному пирату Блэк Джеммеру. Собственно, сопоставив все это, Халтера продолжил свои таинственные работы над так называемым хрустальным сердцем. Это то ли устройство, то ли магический артефакт, который ему удалось похитить в непосредственно руинах, в обломках эльфийского корабля. И, установив его на Кармила Контореллы, он даже попытался по чуть-чуть попробовать себя в роли второго пилота. Да, и в это же время происходили другие странности, которые возможны только в космосе. Так, например, в трюме, там, где продолжают свою работу, Родрик, который активно работает с деревом для того, чтобы обшивка Контореллы продолжала восстанавливаться. И непосредственно Шейла выковывает новые гвозди и все остальное. Рядом же открылась новая лавка странных богомоловидных зиксчил, которых на корабль пригласила Версальдарс. И они не куют металл, да, они не вырезают дерево, но и то, и другое они делают с плотью. Заинтересовавшись в том, как именно происходит все это, Гизмонд Найла вступил, так сказать, под нож или под лезвие богомолоподобных скульпторов плоти. И посвятил какую-то часть вашего приключения среди звезд тому, чтобы стать ощутимо сильнее. С тех пор вы могли видеть, как его, так сказать, руки и плечи, да, и частично спинные мышцы, которые нужны для стрельбы из лука, прямо-таки увеличились и взбугрились. Для тех, кто не знаком с эльфийской физиологией, здесь не возникнет каких-то странностей, но вы достаточно давно пропутешествовали с Гизмондом, чтобы знать, что это какая-то, так сказать, чужеродное вмешательство. Вот. И продолжая, так сказать, серию чужеродных вмешательств, мы стали с вами вместе свидетелями того, как с Версальдарс, после того, как она продолжала принимать разнообразные препараты, так сказать, прописанные докторами Сикс Чилл, постепенно начала срываться, да, сниматься шкура, кожа, чешуя, и на ее спине постепенно начали как-то прорезаться, как, так сказать, молодые деревца по весне удивительной красоты и тонкости крылышки, да, которые, чем дольше вы продолжаете путешествовать вместе, тем как-то крепче и, можно сказать, солиднее продолжают выглядеть. И все это долгое время занимало вас и ваши дни, пока не было принято совершить небольшую остановку, так сказать, на практически полпути до края хрустальной сферы. Вся эта дорога, вы знаете, должна была занимать намного дольше, намного больше времени, да, протекать намного больше, однако тип кармила, который установлен на Конторелле, превышает привычные для ее габаритов скорости, поэтому вы и движетесь намного-намного быстрее. Тем не менее, вся ваша процессия слегка приостановилась, когда Берцель продолжила изучать небесные тела вокруг, и выяснилось, что где-то здесь на, так сказать, грани, да, на внешнем рубеже хрустальной сферы внутри может находиться то, что называется комета и цареубийцы. Правда ли, не правда ли, скоро увидим. А пока что Конторелла пристает к, так сказать, это еще не сухой док, да, но, по крайней мере, твердый пол какой-то, и приближается к кластеру астероидов или большому небесному телу, известному как сад или гарден. На этом мы переходим к заставке и незамедлительно продолжаем. Субтитры подогнал «Симон» И мы снова с вами, и мы снова здесь. Давайте же узнаем, что происходит. Конторелла постепенно сбрасывает скорость, и вы прямо-таки ощущаете, как вот этот переход от крейсерской скорости к тактической постепенно дрожью отдается в всем дереве вокруг, и снасти слегка трясутся, да, палубы не то, что ходит ходуном, но некая вот эта магическая инерция, которая накапливается в летящем корабле, постепенно... Замедляется. Оглянувшись вокруг, вы постепенно обнаруживаете друг друга. Если я ничего не путаю, вы так или иначе пересеклись, да, то ли на палубе, то ли в каюте капитана, и перед вами из темноты и черноты звезд постепенно прорастают, да, прорезаются крупнейших... Ну, то есть, вы и до этого разогнали некоторое количество довольно массивных астероидов своими выстрелами или даже магией, но когда вы, так сказать, подходите достаточно близко, и борт Конторелла начинает постепенно поворачиваться, чтобы можно было пристать к берегу, да, то тут же вы видите, как из неосвещенной темной массы на вас в такой довольно сухой корабельный... в сухую корабельную атмосферу прямо-таки врывается удивительной влажности воздух, который скорее уместен каким-нибудь джунглям, да, или слою брукс земель зверей или чего-то в этом духе. Здесь ощущается, что вот сейчас либо только что прошла гроза, да, либо вот она прямо должна разразиться с минуты на минуту. Здесь душно по... По крайней мере, всем тем существам, у которых есть преспирация, да, все те, кто потеют, постепенно начинают покрываться испариной, но вы без каких-либо сложностей видите, как Конторелла постепенно останавливается у некого борта астероидов, и команда смотрит на вас, очевидно, чего-то ожидает. А я вообще где? Я же, по идее, насколько помню, еще отдыхаю. Ну, так или иначе, да, вы все после того, как Конторелла начала эффективно сбрасывать скорость приходите ли в себя или выходите из медитативных состояний и так далее. Отлично. Я выхожу на палубу, смотрю, кто там есть, смотрю на крылья, смотрю вокруг, спрашиваю, ну что, вы готовы оседлать комету сегодня? Ты смотришь вокруг и замечаешь ряд с одной стороны удивленных, с другой стороны заинтересованных взглядов. Все так или иначе, кто-то понимающий кивнет, кто-то разведет руками. Тем не менее, когда Конторелла окончательно сбрасывает свою скорость у Старбордс, да, на, соответственно, ее левой стороне, вы замечаете, как ряд матросов, это непосредственно эта сага, это Сигурн, вот, они это Хьялмарт, да, они постепенно держат канаты и смотрят на вас. Господа, что скажете? Господа? Офицер? В какой-то момент на палубе появится Старкенш, который скажет, а ну давайте швартуемся, ну быстрее, чтобы встали! И разбрасывая канаты и постепенно перепрыгивая на, так сказать, плоть или твердь астероида, вся вот эта бригада, Кантареллы постепенно начнет завязывать разнообразные шнуры, да, узлы и вот этот гудящий и трепещущий корабль постепенно будет прижиматься ближе и ближе к непосредственно борту, да, и к обрыву астероида. и чем ближе вы продвигаетесь, тем ярче и отчетливее можно увидеть зеленые джунгли, какие-то лианы, которые висят то здесь, то там. Более того, вы замечаете, что довольно странно это выглядит, то есть какие-то лианы свисают из непосредственно астероида и оплетают некоторое скопление камней, прорастая туда тонкими корнями или каким-то земляным комом, и получается, что ряд каких-то астероидов поменьше связан друг с другом такой удивительной сеткой из лиан и разнообразной другой каких-то плющей иной вегетации. постепенно на ту сторону перебирается команда и когда вы уже постепенно видите, как на астероиды сбегают то одни, то другие, на контроле остается Родрик, который поднимается из своей мастерской и очень как-то то ли с серьезным, печальным видом ходит вокруг и рассматривает полученные повреждения. Подойдут Родриковск, прошу помочь тебе чем-нибудь? Да, что ли? Мне не нравится но очень жаль, очень жаль. А? Что? Смотрит помочь чем-нибудь? Ох, я даже не знаю. офицер. Если что, мелкие подряпины с помощью магии заделывать или склеивать или что-то такое. Не ущего большого, но труднодоступные места. Скажи, дело-то хорошее, но у нас практически половина нашей обшивки потеряна. Мы еще ни разу не получали такого количества ущерба и урона надо посмотреть, как быстро древесина будет отрастать. Ну и конечно надо будет заготовить чего-то. Я посмотрю, что среди вот этого леса может пойти нам в качестве ремонтного. Но у нас еще осталось конечно какое-то количество древесины, но раз уж мы все равно кинули якорь, надо посмотреть. Да, время еще есть. Если что, кричи. Ага, да. И Родрик постепенно тоже начнет перебираться по канату на материк, на кусок земли. Я могу предположить через сколько примерно корабль д'аргаза придет? Ты можешь сделать бросочек спот. Так, фичкой моей это сколько? А я могу пока подойти к старкиджу? Конечно. Старкидж активно смотрит, как часть команды спускается на землю. А я в гарпом какой-то план, насколько мы здесь будем находиться? Он говорит, если я все верно понимаю, то вы хотели здесь что-то обсудить с Арканом и Капитаном и все вот это. Я надеюсь, что особо долго мы здесь не просидим. Абсолютно неизвестно, что находится в проклятую джунглях. Это место мне не нравится. Если бы была моя воля, я бы может быть и отчалил побыстрее. но... окей, тогда пока передам инициативу обратно в холтер, а сам брошу бросок на концентрацию по фишкам короче скрытых. Интересно, что из-за происходит ты понимаешь, что ты вот вы только стукнулись в этот сад, ты либо должен перебраться на непосредственно это место, просто чик клайм, пожалуйста, в таком случае. Что-что? Ползание, клайм, или прыжок, в зависимости от того, что тебе ближе. Так. Давай, там холтера. Пока Гизмонд активно думает над тем, как именно спускаться на землю. Холтера, ты оборачивайся. Я думаю, что я с командой пойду на астероид пока что. Вполне. Версель это скопление астероидов. Это огромная громадина камня, покрытая всем, чем только можно. Версель, скажи мне, как ты планируешь спускаться? На веревке, как обычно все товарищи. В таком случае проверку клайм, если можно. Хорошо, да. Холтера, пока ты смотришь во все стороны, ты замечаешь, как некоторое количество звезд искажается и искривляется на горизонте, но не потому, что происходит что-то ужасное, а потому, что от этого практически зеркального металлического корпуса странного корабля Аркана отсвечивает все ночное небо вокруг. и постепенно ты понимаешь, что еще буквально пара минут и они поравняются вместе с вами. Отлично. Я жду на корабле, чтобы отчитаться и синхронизировать наши планы. Это я слух озвучив Верцель, которая почти перелезла через борт, Гизмонду, который почти в танцы шел. Ты видишь, как твои друзья активно спрыгивают, используя веревочные лестницы, канаты, которые переброшены туда-сюда и активно и быстро перебирая руками останавливаются что Верцель, что Гизмонд, вы с какой-то с удивлением и с благодарностью чувствуете тяжелую твердую землю под ногами, в то время, как это довольно сюрреалистичный опыт для вас. Вы видите огромное количество разнообразной травы, каких-то кустарников цветных и всего похожего. Здесь масса каких-то небольших жучков, которые туда-сюда перебегают. И флора, и фауна здесь абсолютно в лучшем случае дикая. А вы настолько с трудом как-то отождествляете вот этот холодный пустой космос ночного неба вокруг вокруг вас ночного моря, что это кажется как-то неуместной шуткой для начала, но холодная роса на побегах и ощущение того, как чем глубже вы заходите вот в эти астероидные кусты, тем мягче становится почва под вашими ногами. вы в самом настоящем отрезке джунглей и только здесь нет ни моря, ни солнца практически. Естественно, лучи освещения добираются из центра хрустальной сферы, но здесь намного темнее, чем кажется, по крайней мере, со стороны. И вы постепенно замечаете, что по крайней мере, вот та часть, где вы высадились, вся зелень, вот эти вот широкие пальмовые листы и грубые кустарники, все это скорее желтовато- оранжевое, чем насыщенно-зеленое. Гизмонд, это было то, что я думаю, да? Это был спот. Это был спот. Ты спотчек увидел. Ты активно начинаешь просматривать, просматривать вокруг джунглей и ты без труда заметишь и следы своих коллег, которые устремились куда-то на то ли изучение, то ли заготовку, то ли что-то в этом духе. Ты также поймешь, что здесь есть какие-то такие очень базовые, да, привычные дорожки, пути, которые должны куда-то везти. не то, чтобы это можно было назвать просекой или чем-то подобным, но ты полагаешь, что то место, где вы остановились, так или иначе, не вы первые здесь кинули якорь. ты успеваешь увидеть всех на 33 всех представителей Картареллы, которые сейчас находятся на гардене. Более того, ты также замечаешь некоторое количество съедобных, или, по крайней мере, выглядящих съедобных фруктов издалека и разнообразные деревья абсолютно не уместные, опять-таки, для ночных небес и пустоты космоса. Ты видишь какие-то пальмы, на которых висят грозди странных плодов или фруктов. Ты замечаешь, как из земли постепенно поднимаются покрытые шипами какие-то шишечки, которые очень приятно пахнут и так далее. Весель, что именно ты пытаешься вспомнить о местной природе? Да, по поводу природы я пытаюсь, вот, я смотрю и создаю все это вместе с Гитмондом и я пытаюсь понять, похоже ли мне вся эта флора, возможно, какая-то случайная мелкая фауна, на то, что я когда-либо встречала в каком-либо из миров. Насколько оно тут все съедобно, безопасно, словом, от одного до десяти, насколько это Австралия с точки зрения человека, или там какие-то бики-тропики. Действительно так. Весель, ты с не то, что удивлением, скорее с я так и думала, да, ты успеваешь заметить большое количество мхов или шайников, которые здесь из-за большой влажности находятся неудивительно ни для кого с противоположной стороны от главного источника освещения центрального солнца этой сферы. И для себя ты отмечаешь, что ряд каких-то подземных грибков, грибов, лишайников, разнообразных довольно примитивных форм природных, они здесь также находят приют и место, потому что когда ты начинаешь осматривать так или иначе астероид, ты замечаешь, что он практически полностью покрыт корневищами какими-то грибницами, гифами мицелиев и так далее. Поэтому рассматривая все это, да, ты видишь, что в общем-то большинство из того, что ты видишь съедобно, по крайней мере для людей. Интересно, интересно. Говорю Гизмонду, что, ну, по крайней мере, здесь можно пополнить запасы. И с этим сделай, бросок тонкого слуха. Да, да, лис. Так. Весель, ты практически безошибочно можешь определить направление, в котором журчит вода. Это или речка какая-то или что-то подобное. Это текущая вода. Есть вопрос. Могу бросить какую-нибудь проверочку, чтобы понять, что-нибудь с животным миром. Ты можешь попытаться. Это скорее природа, но тебе для того, чтобы понять какие-то вещи, в зависимости от вопроса, какие-то вещи ты можешь понять из закономерностей, какие-то потребуют у тебя большего времени на изучение, на мой взгляд. Вопрос следующий. Я хочу поискать живность на ингредиенты на мышцы. и нужно понимать, есть здесь опасные хищники. Да, конечно, это будет проверка знаний природы. Вот. Знание природы. Давай посмотрим, что-то природа. Что у нас все? Не очень. Знание природы 14. 14. Это звучит неплохо. Ты приходишь приблизительно к тем же умозаключениям, что и Версель. Здесь достаточное количество схожей, понятной и знакомой природы и непосредственно вот природных закономерностей. Единственное, что для тебя является какой-то загадкой или странностью, это, конечно же, то, как сюда вот все дикое пространство, как вот это ночное море, в котором вы плывете, может, так сказать, влиять на все эти процессы. То есть, ты прекрасно знаешь какую-нибудь теорию пищевой пирамиды, о том, что есть какие-то большие хищники, которые присматривают за существами поменьше, и, соответственно, есть кто-то, кто не охотится совсем, есть кто-то, кто только охотится, есть какие-нибудь амниворы, да, и вот все эти пустоты и неизвестные, которые есть у тебя в голове, в первую очередь, связаны с тем, что ты не очень знаком с природой ночного моря, с природой космоса, поэтому если здесь есть и вода, и какая-то еда, и солнце, то ряд привычных для тебя правил будет работать, но, видимо, здесь есть еще какая-то дикая карта. Окей, я пойду поохочусь. А вот это проверка survival. Ты посмотришь, что мы там наохотим. Вполне. Да. Версель, будь добра проверку ловкости. прошу прощения, способ рефлексов, не ловкости, это прямо рефлексы здесь хорошо подойдут. У меня что-то летучее пытаются убить, да. Я же говорила, что это... О, боже. Вполне. Гизманд Халтера, вы видите, как Версель, судя по всему, как-то прищуриваясь, присматриваясь, поднимая свои кобальтские уши, всматривается сквозь джунгли и практически в припрыжку, в припляску начинает активно двигаться вперед. Вы видите, как она хватается за какую-то небольшую лиану, перепрыгивает над упавшим куском пальмы и что-то еще. Версель, в какой-то момент ты чувствуешь и слышишь всю эту водяную какафонию намного ближе и намного явственнее, чем до того, и полагаешь, что тебе нужно просто перебраться до какой-то кромки этих активных джунглей и ты в самый последний момент перепрыгивая очередную упавшую пальму и хватаясь за длиннющие белесые ветки какой-то местной грибной поросли, на секунду останавливаешься, понимаешь, что впереди перед тобой еще один обрыв. Этот кусочек астероида заканчивается и из его обрыва, из его края начинает очень странным фонтаном по большой такой параболической дуге выстреливать вода. Теоретически это не имеет смыслы, потому что внутри астероида вода бы давным-давно должна была закончиться. Тем не менее, когда ты останавливаешься на вот этой кромке джунглей и успеваешь балансировать на самом краю, ты видишь, как в далеких косых солнечных лучах, которые прорезают все это пространство, этот невероятный дуговой водопад рассыпает вокруг себя какое-то нескончаемое количество радужных капелек, потому что все солнечные лучи решают именно здесь собраться и играть в какие-то свои игры. Здесь есть все возможные цвета, и ты в какой-то момент радуешься тому факту, что ты не какой-нибудь как это называется, не багберка, у которого всегда черно-белое зрение, а у тебя есть возможность увидеть вот это странное зрелище. Более того, чем дольше ты смотришь на этот странный водопад, тем ярче и отчетливее в краю твоего зрения ты замечаешь Гизмонда, который вот в привычной полу отсутствующей походкой Скрытого постепенно передвигается через джунгли, я полагаю вооруженный луком, и он также добирается к этому самому водопаду, и ты замечаешь, как он приникает к земле на какое-то время, и всматривается, как будто что-то успевает понять и увидеть. Гизмонда, сделай, пожалуйста, полнораундную атаку из лука. Все. Ты успеваешь постепенно высматривать ряд существ, которые похожи на оленей, только у них какие-то более вытянутые лапы и полупрозрачные рога. Они активно передвигаются между всего вот этого странного джунгля великолепия астероида, и в какой-то момент, когда ты продолжаешь их преследовать, ты выходишь также на грань этого астероида, и видишь, как они очень мощными прыжками вперед отстреливаются от этой части огромного валуна, и перепрыгивая дыру в пустоте, в которую постоянно рассыпается вот эта радужная вода, пытаются перепрыгнуть на соседний маленький астероид, не запутываясь в разнообразной в разнообразных лианах и всем прочим. Вопрос вот какой. Они у меня под поинт блэнкшот попадают или нет? Да. Хорошо. 3 плюс 16 господь всему гущему. Да. Господь, господь. Ты, Весель, ты видишь, как, да, такая постоянно передвигающаяся, колышущаяся в пустоте вот этих джунглевых окон тень Гизмонда то появляется, то пропадает из-за каких-то титанических размеров лопухов и в какой-то момент несколько стрел успевают промчаться со свистом мимо тебя и вот этот странный космический олень или что-то в этом духе перепрыгивающая с одного астероида на другое. Да, одно такое существо успевает копытами удариться о следующий астероид ускакать дальше но в боку одного из них появляется три стрелы и оставляет длинную полосу скользкой примятой травы за собой это существо практически без какой-либо страданий или мучений потому что рейнджер прекрасно знает куда направлять свое оружие этот огромный олень останавливается тем временем на палубе халтера ты видишь как рядом с канторалой так же как и корабль неоги в свое время останавливается соответственно швартуясь к вам а не к астероиду вот этот странное продолговатое металлическое судно и когда отворачиваясь в разные стороны приоткрываются вот эти как как огромное как это называется апперчер по-английски это называется диафрагма как огромная диафрагма раскрывается двери из них постепенно появляется синий гигант с огромным количеством дополнительных суставов и аркан делает несколько шагов в вашу сторону и останавливается на палубе делая какой-то останавливающий жест в сторону собственного судна так неигровой момент можно версию у кого остались планы и карты которые мы нашли мы это не обсуждали могут могут быть у тебя мы их посмотрели мы отнесли ронису модель планы мы оставили в кабинете ну собственно там где мы их смотрели мы их никто не брал с собой мы это не обсуждали мы получается их достались из трубок посмотрели что там и куда не готовясь к тому чтобы оргаз приехал я схожу за ними и возьму мы можем мы можем завести маленькую корабельную традицию что в случае если вы изучаете что-либо на корабле вы возвращаете после изучения документы в корабельную библиотеку и в случае если вы не говорите что берете это с собой пока я ждал я сходил за ними халтер у тебя в руках много информации и когда аркан постепенно начинает передвигаться по вашей палубе он учтиво кланяется и говорит я рад вас приветствовать очень взаимно интересные маневры вы продемонстрировали некоторое время назад в бойсе строитов с этим эльфийским судном очень необыч необычная ситуация Да, благодарю вас огромное за признание нашего небольшого триумфа. Ситуация и вправду необычная, поэтому остановились тут и хотелось бы с вами обсудить, что будет дальше. Мы добыли некое количество информации, я думаю, это будет крайне интересно вам. Увестно ли это обсуждать на палубе или мы пройдем куда-то? Ну, как скажете, на самом деле, за наших ребят я ручаюсь голову, хотя не за всех. Давайте пройдем какое-нибудь тихое спокойное место, где мы можем быть уверены, что... Он разводит огромными руками в разные стороны, оглядываясь, очевидно наигранно, для того, чтобы ты сказал, куда именно уйдеться. Может быть, на вашем корабле есть такое место, я уверен. Вы могли бы отступить и к нам, конечно. Давайте, я думаю, вы более продвинуты в сохранении тайн, чем мы. Желаете ли вы взять с собой кого-то из ваших спутников? Мои спутники разбежались только куда, поэтому мы справимся. Да, и не буду лукавить, мне интересно посмотреть на ваш корабль тоже. Не то, чтобы я на многих кораблях был. Интересно. Ну что же, проследуйте за мной. И разворачиваясь, это существо, в отличие от всех остальных дверных проемов, которые ты когда-либо встречал, из которых выходил или мимо которых проходил аркан, где им приходилось как-то чуть-чуть пригибаться, да, поворачиваться в разные стороны, вот этот отсек его судна кажется чуть ли не единственным подходящим по размеру для этого трехметрового гиганта. И аркан с очевидным удовольствием, не нагибаясь, проходит внутрь. И когда длинная рука с дополнительными синими суставами и костяшками зовет тебя за собой, ты успеваешь заметить, как все, что находится за вот этой амальгамной, да, отражающей поверхностью, выглядит довольно странно. Когда ты делаешь шаг внутрь за облаченным в робу синим гигантом, стены его судна выглядят чуть ли не какими-то пористыми. Это одновременно напоминает кость, высушенную ветром, или вулканическую пемзу, или что-то в этом духе. Но, тем не менее, здесь все так же весьма вертикально. Однако ты не находишь прямых углов. Все внутри, что здесь есть, как будто это произведение в стиле, да, ар-нуво. Здесь все максимально органично. Здесь нет рамок или каких-нибудь отсеков, или чего-то подобного. Здесь, даже если это и переборки, которые ты встречаешь на своем пути, они как-то органично, как будто они выращены, да, как будто они также созданы какими-то чарами, нежели выкованы и сбиты гвоздями вместе. Очень быстро вы поворачиваете вот от этого основного стыковочного, что ли, шлюза влево, и переходя в красивейшее, напоминающее тебе собор-помещение, ты успеваешь заметить вытянутую, если ты представляешь себе какую-нибудь готическую розу, да, на соборе. Поздние пламенеющие готики, когда черные такие перепонки, да, собирают в центре огромный красивый концентрический круглый орнамент. Вот представь себе что-то подобное, только вытянутое в овал, чем в круг, да, и, соответственно, распластанное, да, вывернутое такой полудугой. Вот за ощущение витража, в первую очередь, для тебя здесь присутствует, и вот этот огромный разноцветный стеклянный витраж, который чуть-чуть поглощает и показывает редкий свет ночного неба снаружи, освещает такой же продолговатый, но куда более компактный по размерам, металлический или, по крайней мере, выглядящий металлическим стол, который, как и переборки, двери и всё остальное, как будто вырос здесь из пола. На столе стоит какое-то количество устройств, которые тебе не кажутся знакомым, тем не менее, рядом не существует никакой мебели. И аркан, прикасаясь и что-то произнося над своими пальцами, касается металлического стола, и как холодная изморозь, разбегающаяся вокруг его пальцев, ты успеваешь заметить некоторое количество магических символов, которые проступают на блестящей металлической поверхности и гаснут. В это же время из этого слегка пружинищего, пористого, мягкого пола поднимаются два, ну, с позволения сказать, кресла. Одно для существа среднего размера, одно гигантских размеров для аркана. Он присаживается напротив и говорит, итак, что вы хотели мне рассказать? Угу, присаживаюсь напротив него. Скажу, может быть, ах, хотя нет, столик не нужен. Так вот, вы наверняка видели и слышали небольшую нашу стычку, которая произошла. Сначала оказалось это все довольно явно, а потом, после того, как мы начали соблажировать эти корабли, потому что почему бы и нет, начали скрываться интересные подробности. Достаю ухо, которое я оторвал от пилота. Говорю, например, вот такая штучка. И, как оказалось, пилотом этого эльфийского, казалось бы, эльфийского корабля был человек. И это еще не все. Это не имеет большого количества смысла. Этот смысл приобретается, когда вы увидите следующее. Мы, кроме этого, нашли пачку документов. И эти документы, мне кажется, предоставляют огромный интерес для заинтересованных лиц. В частности, это карта передвижения... Так, а сейчас не игровой, я слишком давно был. Нормально. Карты чего были? Ну, как... Да, судя по тому, что вы изучили вместе с навигатором Сианодель и Версель, похоже, что это карты передвижения и места дислокации кораблей и каких-то перевалочных баз, организации, известные как имперский эльфийский флот или ИЕФ. Вот. Собственно, я говорю, что это карта вот имперского эльфийского флота. К сожалению, мы совершенно не знаем о политической ситуации в данном секторе. Кто, где, кого, чего. Поэтому мы не против, если вы будете играть с нами в своих политических играх. Это нам, наверняка, только на руку будет. Желание узнать. Или вы рассматриваете эту находку как... ...интересную фишку в азартной игре. Смотрите, наше с вами сотрудничество вплоть до этого момента было взаимовыгодным совершенно. Соответственно, зная о вас, а вы зная о нас, мы полностью готовы передать вам ее для использования в каких-то целях. И я надеюсь, что эти цели будут также выгодны для нас. Наша цель, главное, это добраться до пункта назначения. Но вы про это знаете. Если по пути вам покажется, что мы будем полезны, и эта польза, собственно, принесет нам некий барыш или что-то, что-то очень хорошее и приятное, мы все вернулись. Правильно ли, я понимаю, что вы готовы распрощаться с этой информацией взамен на что-то интересующее вас? Вполне. Договорились. Ты замечаешь, как пальцы этого существа пляшут по огромному металлическому столу, и под ними то зажигаются, то пропадают какие-то глифы круглые и треугольные символы разнообразного мистического толка. Спелкрафт. Спелкрафт, да. Для этого мне было не очень интересно, а сейчас мне стало резко интересно. Что же он такое делал? Я понимаю, что он нечто или передает, или вызывает, или что-то еще, но хотелось бы более подробно. Ха, ебой. Четырнадцать. Это заклинание. Дай-ка я проверю. Я не могу сказать, какой-то. Сейчас, 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 одну секунду. В зависимости от уровня. Так, это заклинание пятого уровня, это десять плюс пять. Нет, тебе не хватило единички. Тебе кажется, что это что-то очень полезное, но ты не готов, не готов ручаться. И ты видишь, как это существо играет своими длинными пальцами, как будто невзначай про появляющиеся и пропадающие чердейские искры под его ногтями, то здесь, то там. Тем не менее, да, Аргас продолжает это говорить, в случае, если вы не передумаете, мы постараемся предоставить вам что-то в качестве уместной компенсации. Жаждете ли вы информации за информацию? Или, может быть, предмет? Или деньги? Рынок настолько разнообразен и многолит, что вам лучше было бы задуматься сейчас. Также я вынужден напомнить, что сейчас самое время сообщить мне, решили ли вы приобрести что-либо в убежище, чтобы оно было подготовлено для вас. Так, сейчас тоже неигровой момент, но 100% это моя брошенька, чтобы я был более крепыш, где-то она мне записана, но я не могу найти. И, Тен, Катя, вы подготавливали себе что-то? Да. Но мне нужно понимать, сколько у нас вообще денег, потому что, по-хорошему, если все будет шикарно, то можно попробовать у него выбросить. Ну, что-то, короче, из этого заявить не так, не что, чтобы за деньги. Давайте посмотрим, как у нас деньги есть, у нас же есть кошелька. Смотри, нужен амулет слез, один мне. Ты смотришь, сколько это все стоит? Чтобы не сдыхать. Я уже не помню, кроссаря полтора, что-то такое. Вот. Да, да, только 1300, 1500. Давайте точно сейчас узнаем, раз уж сейчас тот самый момент, когда... Это раз, и два, а второй момент, который мне был бы хорош, типа, мне бы хорошо было бы еще две инъекции кожи, чтобы получить еще плюс один, вот, и тогда у меня будет плюс два силы, и тогда можно взять композитный лук на плюс два, мастерской работы, ну, типа, чармит, вот. И тогда это было бы прям нормально. Давайте начнем с того, что каждому по одной вещи, а там уже исходя из того, что будет у нас деньги или нет. Окей, ну, смотри, амулет, типа, это прям... Амулет слез, как, если мы ничего не путаем, стоит 1150 монет. Даже так, вообще прекрасно. Вот, а он просто очень полезен. Не, я просто, мы еще не говорим, полезен и не полезен, и нужен, так нужен. А как называется этот вот, что это было? Ожерелье, по-моему, у меня, да, на плюс один? В каком-то стиле, или как он там назывался. Да, должно было быть. Не, же, у меня же была ссылка где-то, я могу найти. Какой-нибудь амулет здоровью он должен называться, или что-то в этом духе. Блин, я же записывался, мой, где же... Ай-яй-яй-яй-яй. Алло! Алло! В этом самая большая сложность, да. Да, когда у тебя миллиард тысяч заметок, оно все когда-то теряется. О, окей. Амулет здоровья, ДНД. Действительно, может быть. 3.5. Вполне уместно. Это что-то какая-то... Так, а что у нас? Да, а Версель записала, да, что у нее Dimension Strike Boots на ней? Конечно, вы... Версель, кажется, не снимала их с вот той, как это называется, ситуации. Можно вычеркнуть из добычи, и тогда просто к тебе их переписать, что они на тебе. Но они тебе полезны, на самом деле. Они мне полезны, да, я им уже пользовалась и не раз. Так, ну вот. Да, амулет здоровья халтера. Нашел, да. 4 тысячи. Ага. Так, и Катя? Не, мне в принципе, кроме всяких силок и прочего, ну, ничего такого не нужно. У меня теперь есть крылья, у меня есть мои все штуки красивые, у меня есть амулет слез и модные бутылки. Ну, тэнку на его... Это что еще, на амулет слез точно есть бабло у нас. У нас, к минимуму, три слитка платина есть на тысяча пятьсот. У нас, смотри, у нас есть еще сабли UNT, которые стоят две тысячи. У нас есть меч Костылянта плюс один. Сабли там не нужны. Вот, кстати, я еще думаю, может быть, забрать меч. Что, в гусара забрали, если играть там? Шашка? Не-не-не, есть полуторник просто у него. Полуторник хорошо, он один до десять дает, плюс один, то есть это магический. Ну, ты думай, в любом случае, а я сейчас попытаюсь что-то решить с амулетом... И я напомню, что у вас еще... Так, смотри, у нас еще, как минимум, две шмотки есть по продажу. Это... сейчас, момент. Я понял, я учту это. Я это учту, и сейчас... Мефрильные колокольцы, перчатки непосредственно адского кота и... Кристаллически яркой бедительности. Да-да-да. Я хотел себе оставить эти перчатки, кстати. Перчатки у меня... Приросли. Да. Уже... Крин снимешь. Как мои анклеты, да. Вот, и мне на самом деле нужен лук. Типа тогда, если мне получится воткнуть еще два силы, то лук на плюс два было бы прям огонь. Сколько он стоит? Ух, дорого. Я не думаю, что я смогу... Миш, сколько стоит зачарованный плюс один? Эй, Миша, сколько стоит? Действительно так. Сейчас, на мгновение. Мы говорим про... Про стандартную зачаровку. Да. Плюс первая зачаровка оружия. Стоит две тысячи, плюс вторая – восемь. Плюс третья по семнадцать, если вам вдруг интересно. Нужен обычный композитный лук, это типа где-то 300, может меньше 150, ну что такое, короче, голды и плюс 2 кола за его зачаровку, плюс еще надо будет, наверное, заплатить, чтобы перенесли камень с моего на эту инкрустацию. Или в случае, если у вас есть кто-то, кто способен совершать тонкие ювелирные манипуляции, то это вполне будет возможно. Ни на что не намекаю, да. Тонкие ювелирные манипуляции. Кто? У нас таких нет. Ну, у нас же есть эти... жуки. Шиводеры? Зиксчил. Зиксчил, вот. Зиксчил, Зиксчил. Ну, вот это вот. Типа что-то, что с Хелицерой. Версель и Жуки, ты называй их. Версель и Жуки, неплохо. Действительно. Брекони и Бети. Как Вебаксу только Версель. Куда Версель, кстати, яйца одевает, интересно. Ты не готов задумываться об этом прямо сейчас. Почему? Я всегда об этом думаю. Раз в неделю там, по-моему, минимум одно яйцо. То есть мы уже узнали, о чем думать там. В путешествии. Это очень сексистское заявление. Ты знаешь, что во время стресса, типа, у женщин может пропадать, так сказать, вот это вот... Ну, типа, останавливаться в процессе смесения яиц, выделение циклеток и прочее. Можем просто допустить, что с тех пор, как мы в космосе, у меня тут поменялись определенные ритмы. С тех пор, как вы познакомились, да. С тех пор, как вы познакомились, сплошной стресс. Каждый день, целый день. Сплошный, да. С тех пор, как мы покинули тарел, господи, с тех пор, как мы на контроле отправились, типа, и я все свое потомство сдавал, эту виру, вот, с тех пор все, ну, компрентно. Легче не становится. Никаких маленьких белых кобальтов. Не говоря о том, что, я напомню, что любая гормональная терапия так или иначе может приостанавливать ряд естественных процессов или перестраивать их. Тем не менее, тем не менее. Так, смотри, получается 100 золотых монет стоит медиум лук, вот, композитный. Я так понимаю, что, насколько он рассчитан силой, ну, типа, это на цену не влияет, насколько я понимаю. Не влияет. Должно влиять. Давай-ка я быстро попробую проверить это. Ну, покажи, я просто не вижу. И вот я вижу зачаровку, как раз, да. Плюс один, это будет 2000 гп. Просто так, получить плюс два очень хорошо на стрелы. Я просто не думаю, что вот этот, то есть, сборный, сборную стрелянку для энчанта лука стоит сейчас просить. Это мы можем сами там натыкнуть. Не-не-не, это мы сами сделаем. Да-да-да, я, скорее всего, сами делаю. Это просто то, что... Зачем тогда сейчас обсуждаем, если мы сейчас, ну, время тратим просто. Ну, конечно, сейчас мы можем. То есть, там, мы же, когда придем в убежище, мы займемся как раз вот этим всем торговлей, поиск тебе лука и так далее. Смотри, я пошел смотреть, просто потому, чтобы понимать, сколько оно стоит. Оно стоит дороже, чем омлет слез, поэтому по-любому выгоднее, ну, и логичнее просить омлет слез. Типа, если ты знаешь, что дорога слез, типа, я дал бы самую дорогую, что. Омлет здоровья сейчас мы просим и какой-то пытаемся себе приятные плюшки накалитовать. Ну, да, было бы прям много. В таком случае, да, Аркан, активно смотря в твои глаза, переспросит, и так, вы планируете обменять эту информацию на другую информацию? На предмет, или на некое солото, или драгоценные камни? Смотрите, нам в убежище нужно будет всего две вещи купить, приобрести, получить. Это вы сейчас так думаете, до того, как сюда вычислили. Соответственно, я могу их озвучить, а дальше мы, собственно, решим, как нам быть. Потому что нам нужен амулет здоровья и амулет слез. Да. У нас есть вот некая... Ты краем глаза замечаешь, как он на этот раз правой рукой слегка пляшет по собственному огромному металлическому столу, и на нем остаются какие-то легкие сытовые ровчерки. Да. Знаете что, информация звучит потрясающе. Я думаю, информация приведет нас к гораздо больше выгоде, чем какие-то 7-минутные блестяшки и так далее. Тогда расскажите, какую информацию вы ищете, господин Растборн? Я думаю, все наши, все мои спутники ищем любую информацию, которая может нас сделать, как говорится, громче, больше, выше, сильнее. Что-то, что поможет нам на нашем дальнейшем путешествии. Может быть, какая-то интересная работа. Какая-то интересная доцепка. Интересное знакомство. В таком случае мне лучше понимать, в какую сторону дальше вы держите путь, чтобы узнать, где вы можете искать свою заинтересованность. Конечно же, конечно. Ну, как вы помните, мы, естественно, ближайшее место, куда мы идем, это убежище, где мы пополняем запасы. Возможно, найдем какую-нибудь интересную работенку, если там будет. А дальше, так, сейчас, неигровой момент. Мы же не брали никаких, я думаю, что, блин, опять много времени прошло. Мы же не брали никаких дополнительных, перевезти куда-то, что-то. Пока что, да, вы договорились, чтобы доправить тысячу глаз, олезветь мы непосредственно до убежища. А дальше, да... Они посмотрят, искраться с нами или нет. Да, да. Мы на остальной не едем, правильно? Верно. Да, это я озвучу. Наша финальная точка, это стальной нимб. Будем двигаться туда, скорее всего, по... Планируете после этого уничтожить судно или... Нет, после этого мы будем возвращаться к себе на родину. В таком случае я предложил бы вам не использовать это фаталистичное финальное, но вам не... Я не очень верю в силу слов, если они только не магические. Я верю в силу денег. Хорошо, это будет текущая наша цель, стальной нимб, а дальше уже, собственно, как пойдет. Я не очень представляю себе, как именно туда добраться, потому что не изучал данные конкретной карты. Но если вы предоставите мне план, по которому вы планируете туда добираться, я успею поговорить с моими коллегами для того, чтобы узнать, может быть, кто-то из них будет заинтересован. Вполне. Я только за. Может быть, я... Так, подождите, может быть, это другая тема. Я предоставлю на наш план, когда мы к убежище подойдем, потому что с нашим картографом. Договорились. В таком случае я буду следить за тем, чтобы два амулета, которые вас заинтересовали, нашли бы вас в нашем торговом доме в центре убежища. Это было бы великолепно. Хотелось бы вас попросить, есть ли вы вдруг, знаете, найдешевые места, чтобы мы могли приобрести это немножечко меньше за хорошую службу и оберегание вашего успокаивания. Мы же деловые партнеры. Мы обязательно предоставим вам оптимальные экономические условия. Мы не заинтересованы в том, чтобы кто-нибудь другой мог получить эти деньги, кроме нас. Не, минуту не сомневаюсь. Ну, и тут у нас больше вроде бы все. Все информация, которая вам может быть интересна у вас на столе. Очень, очень интересно. До убежища мы добираемся и там дальше уже мы опять с вами встречаемся и смотрим, что у нас в будущем. Ну, прекрасно. В таком случае я не смею вас больше задерживать. Как только вы будете готовы отправляться, так мы и поступим. Замечательно. Отклониваюсь. Спасибо огромное за аудиенцию. Аркан поднимается и в это же время это странное кресло-подпорка оседает назад в пружинищий пористый пол. Он вежливым жестом также складывая руки кланяется и ты без труда можешь найти выход. Тем временем, да, Гизмонд и Версель. Гизмонд, ты успеваешь заготовить некоторое количество вот этого живого существа, этого гарденского оленя или косули или чего-то подобного. Версель, ты же, в свою очередь, продолжая наблюдение за этим ли процессом или вообще этой частью астероида, постепенно видишь, как Гизмонд занимается добычей и непосредственно пытается перетащить. Как человек, который прыгает по камням вброд, переходя реку, так и Гизмонд, постепенно балансируя на завитых лианами астероидах, пытается перетаскивать вот эту космическую косулю за своей спиной. Ты же видишь совершенно другую картину. Постепенно, откуда-то сверху или сбоку, здесь очень тяжело с точными направлениями, постепенно, поворачиваясь из стороны в сторону, зигзагом к вот этому искрящемуся разноцветному фонтану, подплывает здоровенная рыбина. Она как горбуша, которая движется, так сказать, вверх потока, начинает прыгать и крутиться в фонтане, и постепенно к ней присоединяется еще третье, четвертое, десяток. И постепенно резвясь вот в этой многоцветной, многоцветном потоке воды, эти существа как-то возвращают себе блеск чешуи и продолжают плыть дальше, назад куда-то в тьму и пустоту. Рядом с тобой появляется Гизмонт с косулей. Это запасы? Гизмонт? Не совсем. Это твои запасы? Частично. Очаровательно. Там же есть хорошие такие нормальные жгутые мышцы. Да, ты... Ну, конечно, посмотри на ее круг. Прекрасно. Вот это все. Версаль похлопывает по твоей добыче, и вот все бедренные волокна делают... Косулей, но я понимала, что это необходимость. Поэтому я провожаю тебя с косулей и продолжаю очарованно пырить на воду. Меня очень маня, то, что она блестящая. Я люблю все, что красиво. А я спакую и пойду на корабль. Окей. Я тем временем останусь там и попробую чуть-чуть это самое. Повзаимодействовать с водичкой. Сначала осторожно. Знаете, как в море заходишь первый раз после того, как... Ни разу не заходил с зимы. После того, как пописал туда. Вот, так остров. Нет. Ну, типа, когда ты первый раз приехал на море, и такой, типа, оп... Одним пальчиком, типа, оп, другой лапкой. Так, оп, оп, оп. Короче, ты так осторожно смотришь на свои ощущения. Вот, я просто наблюдала за роскошными рыбами. Я смотрю... Я просто совершенно очарована этими радужными потоками. Короче, это... Версель, по чуть-чуть осторожно, свешивая лапки вот в этот космический фонтан, ты успеваешь почувствовать, насколько чистая и холодная в нем вода. То есть, если и есть слово ключевая, да, то здесь она максимально ключевая. Все еще трудно понять, как именно это происходит, но, в общем-то, это и не важно. Все твои какие-то вот эти раскаленные, уставшие чешуйки и все еще где-то там почесывающиеся свежие крылышки... Оставки кожи. Да. Все это прямо-таки спокойствием выдыхает. Когда холодная морозь, как из распрыскивателя, постепенно оседает на твоих переливающихся светлым металлом чешуйках. И в какой-то момент ты успеваешь заметить, что внизу, где-то на астероиде под фонтаном, ряд представителей Конторалы как-то сидит, судя по всему, на небольшой полянке и смотрит в вашу сторону. Они меня видят? Ты не знаешь точно, но если ты их видишь, и ты не скрываешься специально, то, скорее всего, они могут различить, что это ты. Я, наверное, заберусь в воду примерно по шее, так, чтобы я еще могла стоять, но чтобы все мое тело было укрыто этой прекрасной водой, осужающей, роскошной. Вот, и помашу им лапой, типа, эй, смотрите, тут водоем классный, эй. Услышав и увидев тебя, ты машешь рукой и замечаешь, как постепенно в твою сторону движутся непосредственно Шейла, навигатор Сианна Дель и Вельч. Вместе все они, постепенно перепрыгивая с Лианы на Лиану, дотягиваются вперед и скоро будут рядом с тобой. Гизмон, ты полагаешь, что еще буквально каких-нибудь 5 минут, и ты сможешь добраться до Контореллы? Сделай, пожалуйста, проверку тонкого слуха. Легко. Или не так легко, как я думал. Подожди. Кто знает, кто знает. Зависит, нет, тут. Ага, есть. Двадцать шесть. Да, ты слышишь два голоса. Это посыпанный ржавчиной, гаркающий голос Старковиджа. И это абсолютно спокойный и размеренный голос Кармилы. Они где-то рядом движутся сквозь джунгли и постепенно выходят в вашу сверстную сторону. Старковидж говорит, нет, это абсолютно невозможно. Я отказываюсь в это поверить. Это должно быть какой-то трюк. Кармила говорит, здесь нет никакого трюка. Все, что тебе действительно необходимо, это понять, что именно ты пытаешься увидеть. И в нужный момент открыть глаза и понять, что ты прав. Да, конечно. Единственное, что здесь действительно может сработать, так это, я не знаю, если мы возьмем эту штуковину на абордаж, или как-нибудь, как следует, прострелим здоровенную дыру в всей Скорлупе. Вот тогда и будет дело. Но ты же, наверное, догадываешься, что это невозможно. Ха! Ну нет. У меня никогда не получится. И они продолжают двигаться куда-то через джунгли постепенно. Вы вдвоем замечаете, что они что-то смотрят, то ли в кроне деревьев, то ли что-то в этом духе. Есть кто-то из команды рядышком? Ты замечаешь, как к водопаду имени Версель добирается тройка других представителей Контореллы. Это непосредственно навигатор Асианодель, это Шейла Кросс и это Верч. Верч, подойду к Верчу. Они, в общем-то, с Асианодель рядом, да. Шейла чуть-чуть подальше. Ты видишь, как она постепенно снимает тяжелые доспехи. Верч, выручи, пожалуйста. Можешь доставить вот это, показывая ему тушу, из местных, собственно, волокна, всего этого движуха, нашим гостям. Скажи им, что это реквизит. Нашим гостям, в смысле, синему... Ну, психчилу. А, о-о-о. Вот эти вот. Очень надо. Проверка дипломатии? Подожди. Верчи – это тот, кому мы грибы доставляли, правильно? Верно. Ты заставляешь викинга заниматься просто доставкой вещей. Да-да-да, так надо. Викингов почитали до курьеров. А вы точно куриеры? Да. Версили Гизмонт вы можете сделать по проверке сенс-моутев, пока это происходит. Сенс-моутев? Да. Вельч очень как-то неохотно смотрит на всё это и говорит, ну, дай посмотрю. Лежи. Ты снимаешь с плеч, да. Я просто не могу в чугу, мистер, в это время, она начинает доставить. Кивает, говорит, давай-давай, посмотрим. Пока туша вот этой звёздной лани переходит с одних плеч на другие, Гизмонт и слишком занят для того, чтобы рассматривать какие-то подробности. Версель, ты, в свою очередь, давно здесь стоишь и давно наблюдаешь всё, что здесь происходит. И ты практически уверена, что Вельч не стал бы заниматься чем-то подобным, если бы не одно «но». В критической близости находится Рона и он каждый раз, когда как-то поправляет огромную тушу оленя на своих довольно хруплых каких-то щуплых плечах, он как-то её так, вот, может, вот так будет удобнее, я даже не знаю. И постепенно он смотрит на её реакцию и говорит, а, это не так тяжело, как я думал. Я буквально одна нога здесь, другая там. И... Вельч, слушай, да, прежде чем ты уйдёшь, мне кажется, тебе будет очень круто после всех этих сложных и мучительных дней на палубе прийти и освежиться здесь в фонтане. Я думаю, что мы с дамами тоже здесь будем какое-то время, правда? Шейла, Рона? Шейла, постепенно снимая сапог, говорит, я планирую здесь оставаться ещё желательно на день, но... Как получится, как капитан скажет. Я абсолютно савидарна с твоими ощущениями. Так что присоединяйтесь. Вельч, как-то постепенно... У него начинает то ли чесаться глаз, то ли что-то ещё. Он мгновенно размазывает свою вот эту привычную тёмную полосу на глазах. Такой... Да, я... Как я и говорил. Одна нога здесь, другая там. Смотри, Гизман. Буквально это не так тяжело. Может, ты ещё подстрелишь? Я сразу две понесу. И... Не могу. Одна нога здесь, другая там. И сразу же, ведь мне нужно туда. И иду, собственно, за Кормилой из Таркеджем. Крадучись. Это проверочка хайд. Мне очень интересно. Или... Это, я полагаю, должен быть хайд и мув сайлентли. Наверное. Давай делаем. Давай делаем хайд сначала. В джунглях это, думаю, не сложно. Действительно так? И сделаем мув сайлентли. Хо! Как сам дьявол. Ага. Как самая тишина. Может быть. Хайд и мув сайлентли. Угу. Хорошо. Вполне. А еще там будет, наверное, лисен. Вроде того. Ну, то есть это был встречный лисен и спот, на самом деле. Постепенно ты продолжаешь двигаться на достаточной дистанции от непосредственно Кормилы и Старкеджа, когда видишь, что они выходят на довольно широкую пустую поляну, посреди которой из вот этого куска джунглей вырезается более крупных размеров камень или что-то в этом духе. И когда ты это делаешь, ты понимаешь, что Старкедж не обращает на тебя внимания, но когда Кормила присаживается на какой-то вот осколок от рога из темного камня, буквально секунды хватает на то, чтобы она остановила взгляд на тебя, что-то себе кивнула и продолжила говорить. И Старкедж говорит, я практически уверен, что это не сработает. Давай, давай попробуем. Садится, выдыхает. Вот сейчас! Кормила, покачивая головой из стороны в сторону, говорит, нет. Это не совсем так работает. Смотри. Запоминаем, что она делает. Слушай. Слушай. Ещё слушай. Теперь молчи. Ииии. Здесь. Она показывает пальцем куда-то себе над голову, ты можешь сделать правильку с поп. Да, я хочу у тебя проехать в спот. Мне очень интересно, что там происходит вообще. 18. Опять-таки, отсюда это практически невозможно сделать, но эльфийское зрение и острота глаза прирожденного стрелка позволяют тебе заметить, как одна из звезд на ночном небосклоне и на секунду увеличивается, разгораясь ярче, и потом становится обычного размера. Когда это происходит ровно в том месте, на которое она указывает, вытянутой рукой Кормила улыбается и говорит, видишь, это не так сложно. Тебе просто нужно понять ритм ночного моря вокруг тебя. Круто, попробую сделать подобное. Так или иначе, звезды будут моими, а все остальное не важно. Гизмонт, ты смотришь в ночное небо и можешь сделать бросок своих фракционных умений, для того, чтобы попробовать сделать то же самое. Набирая воздух внутрь и сосредотачиваясь на том, что находится вокруг тебя, ты понимаешь, что все вокруг, вот эти лианы, огромные зеленые листья, которые колышутся вокруг, жуки, которые копошатся у твоих ног, всего этого такой яркий и ощутимый свой ритм прямо сейчас, прямо здесь, чтобы пытаться услышать за пределами твоей видимости или слышимости, очень сложно, практически невозможно. И когда ты открываешь глаза, звезды также недвижимы в том месте, в котором ты смотрел. Но ты полагаешь, что попытка собрать местный ритм воедино и удалить его, оттеснить его от всего движения и от всех переплетений гармонии и мелодии здесь вокруг позволит тебе наконец-то услышать звезды. Но сейчас ты еще не можешь этого сделать. Это требует дополнительных медитаций. А может быть, надо попробовать сконцентрироваться? Ты полагаешь, что в ближайшее какое-то время, которое тебе будет доступно, ты будешь пытаться понять, как именно этот трюк работает. Окей. Версаль, ты замечаешь, что Сенадель, что Кросс постепенно спускаются ниже уровня водопада и выглядит очень странно. Вся вот эта вода, которая падает сверху вниз, она как будто налита на зеркало, как будто она плоская. Ты мгновенно вспоминаешь озеро в середине скалы Брала, которое также зависло между гравитационным срезом и полагаешь, что вот этот кластер астероидов удерживает довольно плотную массу воды где-то вокруг гравитационного центра, вокруг гравитационного разреза. Вода постепенно то ли капает, то ли рассеивается в разные стороны, то дальше, то ближе, но какой-то кусок, вот эта прослойка водная, небольшой бассейн без ощутимых границ, кроме краев астероидов его, так сказать, изолирующих с разных сторон, здесь останавливается. И ты замечаешь, как Шейла постепенно берет свой маленький, как это называется, бытовой нож и отрезает Лиану в одном из соединений, кидает нож к своим сложенным вещам и броне, и, перехватив его поудобнее, разгоняется вдоль отвесной вот этой скалы, отвесного края астероида, схватившись за непосредственно кусок Лианы и пробегая, отпускает временно руки и ноги и отрываясь, бомбочкой разлетающейся в разные стороны гладью воды падает в центр этого бассейна. В отличие от всех привычных капель или брызг, которые ты когда-либо видела, ты впервые замечаешь, как вода расходится одновременно вверх и вниз, разбрасывая капли, постепенно соединяясь назад в гравитационную плоскость. За ней куда более осторожно и холодно. Ронна Сенадель так же, как и ты до этого, пыталась прощупать воду, опускается навигатор. При ней нет ни фолиантов, ни какого-то навигационного посоха, ни астролябий, ничего остального. Она выглядит как потерянный студент или что-то в этом духе. А где ее посох? Посох? Да-да-да. Скорее всего, там же, где и навигационные таблицы оставлены на Конторелле. Ни под чьим вниманием. У меня будет с ней разговор. Ты знаешь, что в той же комнате, где и оставлен посох, находится капитан Апотек. А, ну ладно. Угу. Итак. Да, я вспоминаю, что у меня, черт возьми, в ножнах мое оружие. Я спешно делаю несколько шагов назад, вытаскиваю, типа, страхиваю с оружия капли воды, кладу на берегу рядом и, ну как бы, разгрузившись от лишнего и того, что может потенциально пострадать в воде, я с уверенностью плюхаюсь и расслабляюсь всеми конечностями на водной глазе и смотрю на Рону, призывая сделать то же самое. Рона, очень... И что я должна ощущать, кроме холода? Расслабление, свежесть. Да, это... Вдох. Это определённый есть. Медленно выдох. Она медленно выдыхает и когда её лёгкие становятся пустыми, она чуть-чуть приближается к гравитационному слому, исчезая под водой, но потом выныривает. Фух. Я не знаю, когда нам в следующий раз получится найти хоть какое-то количество чистой воды. То, что генерирует корабль, это, конечно, очень здорово, но... Честно говоря, я не помню, когда я в последний раз могла нормально помыться. Это бурусающе. Ну, это... Такая работа. Надо, наверное, Сангу сюда тоже позвать Шейла говорит, мы, в общем-то, могли бы всех позвать Но, кажется, у нас не так много на это времени Поэтому, кто успел, тот и съел, совершенно верно И она, выпуская огромное количество пузырей Из-под воды Выныривает и постепенно пропадает туда-сюда Халтер Ты покидаешь таинственный корабль Аркана И вот эта дверь с шипением закрывается за тобой И как только три листка с одной стороны и три с другой замыкаются воедино Она практически неотличима от вот этого полупрозрачного куска обшивки Перед тобой Конторелла, и она довольно пустая Ты замечаешь, что только Родерик постепенно ходит то туда, то сюда А навстречу непосредственно кораблю из джунглей Очень осторожно, пригнувшись с тяжелым дыханием и какой-то жуткой усталостью на лице Выходит на пошатывающихся ногах Вельч На плечах которого, практически прибивая его к земле, уже держится какая-то очень странная Но то ли косуля, то ли что-то подобное Оно напоминает тебе какую-то более или менее привычную лань или что-то в этом духе Но оно, опять-таки, как и все здесь, чуть-чуть отличается Вельч очень осторожно Подходит достаточно близко к кораблю И говорит, есть какой-нибудь крюк или талевый, или что-нибудь еще, или просто веревку Насколько он тяжелый? Не Вельч, то, что он тащит Судя по всему, для Вельча это слишком тяжело Ты не так, чтобы прямо эксперт по тасканию мертвых животных Но ты полагаешь, что, может быть, оно весом с тебя Может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше Сейчас, секундочку, секундочку Ту-ту-ту-ту-ту Ту-ту-ту-ту-ту Ту-ту-ту-ту А где же это? А почему бы и нет? Так, сейчас, секундочку, секундочку Сейчас все найду Сейчас все будет Видимо А, все, все Все, все, просто Так Та-та-та-та-та-та-та-та Сейчас я поспорю Та-та-та-та-та-та-ра Та-та-та-та-та-та-та-та-ра Ага, а, отличненько Я спущусь к нему Да, ты Либо клайм, либо джамп Как хочешь Так, с большими перерывами и паузами Халтера ты постепенно спускаешься. По канату вниз, и видишь, как Вельч уже сгрузил плеч свою ношу и смотрит в ту сторону. Куда эта Вельч? Кизмонт попросил отнести этим. А, я понял. Ой, жукам. Окей, а тебе нужно кораблить? А, я бы скупался. Ну, давай, я подержу на корабле. Там, если что, такой водопад. Ух. Какие этих водопадов? Ну да, ты, наверное, наколдовать себе можешь что угодно. Да, да, никого. Окей, хорошо, привет, ты давай всем. Слушай, Халтера, скажи мне, ты, у тебя есть такая, как это называется, чары, диджитация, что-то в этом духе? Я могу изменить себя, делать тебя невидимым, могу сделать тебя больше. Что тебе нужно? Так, так, сейчас еще, подожди секундочку. Да, могу тебя... Могу заставить тебя страдать, но я думаю, это не то, что ты хотел. Это действительно не то, что мне нужно? Так, о, у меня есть большое клевое заклинание, очень маленькое, очень прикольное, называется «Танцующие огоньки». Хочешь? А, что делает? Четыре огонька на минуту будут летать вокруг тебя. За минуту я до туда не добегу, к несчастью. Туда, я не знаю, довольно долго идти. Что-нибудь такое, может быть? Что-то... Там как-то все, вообще, все собрались в бассейне под большим водопадом. Я подумал, может быть, есть какой-нибудь интересный трюк, если ты все равно не пойдешь, а он тебе не нужен, может быть, мне бы пригодился. Непольшой трюк. Ммм? Так, а что он мне надето, подожди, что он имеет в виду? Ха-ха-ха. Да, я не помню, там перчатки не хочет, но они же... Это же не трюк. Где фитмент? Так. Грибы для вечера это мы уже отдали. А где, я же записывал. Я же записывал. Ой, обожарил 20. Я же все, бляха, записывал куда-то. Да, у тебя есть заклинание Халтер Расборна, находится в папке Игротехника. Подожди, заклинание... Что я ему могу предложить? Что ты хочешь, Веря, скажи... Я не знаю, что-нибудь... Что-нибудь, хочешь, там щупальца появятся огромные, если их будет хватать за пятки? Не уверен... Я могу тебе предложить четыре клёвых огонька, которые появятся там, где ты захочешь. А, ладно, не обращай внимания. Все равно глупая идея. Отлично, давай, подожди. Нет, мне уже не... Стой, 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 стой. Потупи в глаза. Есть, есть идея, есть идея. Давай все, там куча барышень, давай глиттером там все зафигачим. Это классно. Это то самое заклинание, которое не позволяет людям видеть хоть что бы то ни было? Ну, если ты на них его, в общем-то, спроекцируешь. Если не на них, то нормально. Даже как красиво. А можно же высоко еще сделать, пока она до низ залетит, она распылится. Ты представь, водопад, озеро, где-то на высоте 20 метров, на них медленно-медленно падает. Блестящая фигня. Не, водопад с пёстками. Он кивает и говорит, есть одно маленькое но. Так. Халтер, я понимаю, что у чердеев это работает все, ну, немного по-другому, но когда кто-то отправляется, ну, типа, помыться, идея того, чтобы потом нужно было счищать с себя пару килограммов блесток еще в ближайшие несколько дней без... Ну, так-то, погоди, ну, аж можно сделать красивый вид, чтобы, когда ты молишься, где-то на отдалении шел красивый дождь из блесток. Да шо ж вы ландшафт, ландшафт-то не понимаете. Шо ж красиво, ёпты. Слушай, а ты можешь... Если, например, какой-то мой друг, может быть, был бы заинтересован в том, чтобы спрыгнуть с края скалы вниз в водопад, а у него за спиной произошел бы такой... Взрыв? Что, серьезно? Удивительный взрыв, вот, там, блесток света, танцующих огней, я не знаю. Можно сделать хоть, чтобы фаерболт у тебя за спиной взорвался? Давай попробуем без чего-то, что может засыпать всех тех, кто будет в воде камнями. Ну, с блестками звучит неплохо. Ты найдешь какое-нибудь место. Смотри, я сейчас... Что мы делаем? Волкин, иди сюда, мой хороший. Я заберу вот эту замечательную птицу. Не пугайся ее, она хорошая. Даже не смотря на то, что немножко опаленая. Она сейчас приедет с тобой. Ты просто покажешь пальцем место, где должен был произойти этот взрыв блесток. И птица передаст, передаст это заклинание. И оно произойдет. В этот момент ты можешь прыгать с неким криком или смотрите, что у нас. Угу. Так. Остается только это не запороть. Халтра, мне кажется, для тебя что-то будет, когда я вернусь. Ну, без проблем. История, надеюсь, хорошая. Может быть, что-то из бочки. Он подмигивает. Звучит неплохо. Ну, мне Волкин еще переда, что там было. Хорошо, я заезжаю в моего замечательного... Фамильяра. Уже фамильяра. Я хотел произнести, как его точно называется. Under Dark Chantin' Госх... Гош... Гоша... Госсхок. Госсхок. Так, Dark Chantin' Госхок. Потрясающе. Вот. Заряжай у него гитрадас, потому что я могу передавать заклинание через мою замечательного фамильяра. И отправляю его вместе с... С Вельчем. Да. Гизман. Подожди, подожди. А мясо очень просто. Я кладу руку на мясо и кастую Dimension Door к жукам. Обнимая, да. Подстреленную косу. Я на него сяду в героической позе с ногой вот так вот, да. И сделаю Dimension Door, чтобы появиться перед жуками вот... Inglourious, так сказать. Вполне. Когда ты произносишь все необходимые тайные слова для того, чтобы сработало дверь измерений, ты в вспышке серебряного света появляешься внутри трюма, когда от неожиданности в разные стороны от тебя отпрыгивают вот эти богомаловидные существа. И ты успеваешь услышать телепатический перевод от крыс, которые копошатся рядом со словами «Какого чёрта это было?» Ну, это было хорошо. И пойду дальше на палубу. Вполне. Гизман. Ты продолжаешь одновременно слышать, как Старкриндж пытается понять, как это у него даётся, и постепенно пытаешься как-то из тени учиться самостоятельно. Попробуй сделать ещё одну проверку. Чистый бросок, да, типа? Чистый. Без концентрационов, без ничего? Без ничего. Что за черташки? Ты постепенно пытаешься как-то настроиться на нужный лад, дышать, не дышать, смотреть на звёзды над головой, не смотреть, и постепенно пошатывающаяся на полувидимом здесь ветерке «Зелёная крона» то ли закрывает твои глаза, то ли мысль о том, что у Кормилы другой ученик. Так или иначе, слишком много мыслей остаётся у тебя в голове. Ты пытаешься не столько почувствовать ритм, сколько понять, как почувствовать ритм. И это замкнутое кольцо, вокруг которого твои мысли крутятся, так или иначе, в какой-то момент ты уже готовишь свою максимально точную и выверенную медитативную стойку, выдыхаешь, выдыхаешь, и только планируешь открывать глаза, так как где-то метров в двадцати за твоей спиной с криком «А, смотрите, как могу!» Я забыл ему радиус действия создать, да, да. Огромный взрыв, блёсток взрывается в небесах, когда над небольшим озерцом пойманным в гравитационной плоскости между кусками астероидов успевает пролететь Вельч и таким довольно топорным образом падая в путь. Этот прохладный, чистейший бассейн выныривает, полностью смывая свой вот этот тёмный мейкап. И пока он оглядывается вокруг, он видит и Версель и всех остальных, и на вас, как снежинки, да, постепенно оседая, падает какое-то огромное количество магического... магических блёсток, которые, в отличие от настоящих блёсток, постепенно начинают по чуть-чуть пропадать и растворяться, но, тем не менее, выглядят довольно феерически. Когда этот прыжок только начинается, Шейлок Роз закатывается хохотом и пытается как-то вести себя максимально серьёзно и по этому поводу уходит под воду, однако навигатор Сианодель, которая обычно скована в проявлениях эмоций, одновременно удивлением, ужасом и заинтересованностью смотрит на всё происходящее. Сансмотив на ровную Сианодель. Да, ты можешь. Да, потому что у меня нужно знать все стороны истории. У тебя в ушах всё ещё звенит «Эээ, смотрите, как могу!» Когда ты пыталась как-то вглядываться в тонкости мимики или языка тела дамы-навигатора, ты в первую очередь замечаешь, как огромное количество воды в твою кобальскую, так сказать, мордочку направляется, а потом всё вокруг начинает присыпать магическими блёстками, и ты даже не знаешь, что хуже, всматриваться во что-то засыпанными блёстками или залитыми водой глазами. Тем не менее, когда Вельч всплывает, он как-то радостно выдыхая, расправляет свои руки рядом с несколькими кусками астероидов, и на его обычное вот такое спокойное хитрое выражение лица, которое сейчас покрыто вот этой расплавленной сажей или чем-то подобным, также начинают осыпаться блёстки. Он несколько раз пытается промыть лицо, и спустя минуту всё вот эта цветная феерия пропадёт. Однако, он будет продолжать поглядывать на всё происходящее, Шейла, выплывая наружу, посмотрит на него, на навигатора, на Версаль. Говорит, кажется, я накупалась, кажется, мне срочно нужно таковать немного гвоздей. Версаль, ты же так хорошо куёшь гвозди. Пойдём поможешь мне. Да, ты мне поможешь встряхнуть в крыльях? Плёстки, да. Подхватываю в сад, иду с тобой. И постепенно, да, вы покидаете этот небольшой бассейн, в то время как отступающие. Все остальные, кто-то успевает дойти. И кто-то, кто-то несёт Родрику куски древесины, кто-то также тащит каких-то кроликов или птиц с собой, для того, чтобы не есть сухой провиант и так далее. Гизмонд, ты же, пока сидишь и рассматриваешь всё вокруг, успеваешь заметить, что рядом с тобой, абсолютно не замечая тебя, движется Хелмар. И у него в руках стеклянная банка, которая до этого стояла у Халтера на столе, когда он изучал хрустальное сердце. Банка абсолютно пустая, но у Хелмара, редкий случай, на голове нет шлема. Эта мысль тебя на секунду вынимает из транса, когда ты понимаешь, что шлем у него в руке. И держа в одной руке шлем в другой банку, он крадётся и пытается что-то выследить. Я могу попробовать кинуть спот или что-то подобное, чтобы посмотреть, куда он вообще лезет? Конечно. Давай посмотрим, что тут у нас в... интересно риски происходят. Ты... ...проверки бросал. Да, понимаешь, что рогатоносный викинг активно просматривает, что же здесь есть. И успевая чуть-чуть понизить положение своей головы, ты понимаешь, что он охотится за жуками или чем-то похожим. В какой-то момент он накрывает землю шлемом, ставит банку, запускает под шлем ладонь, и уже через секунду ты видишь, как он запихивает внутрь банки, прикрывая её тесёмкой небольшого светлячка. Окей, не буду ему мешать. Так или иначе, он продолжает собирать светлячков рядом с тобой, в то время, как находящийся на куске камня Старквич показывает пальцем в нем и говорит, ну вот сейчас! И там ничего не происходит. А я могу попробовать ещё раз? Ты смотришь на то, что происходит, и полагаешь, может быть, тебе мешает вот эта зелёная крона, под которой ты находишься, и тебе нужно выйти из, так сказать, вот теней и подлеска. И ты полагаешь, что если просто поменять место обзора, может быть, это поможет? Да, поищу место, где будет лучше видно небо. Угу. Ты выходишь ближе к этой полянке и активно всматриваешься в черноту над собой, пытаясь ещё раз предугадать загорающуюся звезду. Да! Шайс! Что за это? Слушай, я могу взять 20 на это? так не работает. Ты прикрываешь глаза в очередной раз и пытаясь найти что-то высоко наверху, ты открывая глаза на секунду даже отшатываешься на крупном вот этом гранитном осколке, который торчит в небеса, на котором сидят Старкеридж и Кормила, ты успеваешь заметить какую-то очень старую рисунок. Сначала тебе даже кажется, что это что-то естественного происхождения, но нет, не может быть. Выйдя из вот этой сени и тени, ты успеваешь заметить, как на крупном темном гранитном обелиске вырезан интереснейший узор. Это так называемый трискиллион. Три луча, соединяющиеся в единой точке. Такая полуспираль расходится каждым лучом и они соединяются в центре. Также ты замечаешь, что рядом с этим трискиллионом есть еще несколько изображений цветов, которые также собраны на так сказать трех осевую симметрию. Ты не знаешь, что это или почему оно здесь находится, но это пожалуй первые следы ощутимой цивилизации, которые замечаешь среди этих астероидов. Окей. Кормила постепенно спускается вниз и говорит не переживай Старкович, так или иначе однажды у тебя получится. И несмотря на то, что она говорит с ним, она на самом деле говорит с тобой. Да, я понимаю. Вообще это очень смешное зрелище должно быть. то есть ты кормила и два человека пытаются пальцем тыкачать в небо. А сейчас? С удивлением для себя, когда ты практически вербализуешь эту фразу, идиома про пальцем в небо, начинает приобретать для тебя какой-то дополнительный смысл. Через какое-то время мимо тебя проскочит еще раз Хеллбара, на этот раз ты видишь, что у него в его жбане уже какое-то удивительное количество светлячков, целый, целая бутылка. Окей, а, Кизман, я тебя не видел. Не удивительно. Ты тоже за светляками? Вроде того. Удачи! И поймав еще одного в свой шлем, он запечатывает банку и используя остырье рога проделывает в крышке некоторое количество дырок, постепенно отправляясь в сторону корабля. Версель и Шейла вы добираетесь до Контореллы и спустя еще где-то минут 10-15 за вами же проследуют и навигаторы Вельч. Халтра перед тобой поднимаешься, пока ты будешь подниматься наверх, ты успеешь заметить, что ряд людей помогает Родрику спустить в трюк какое-то количество дополнительного дерева, а сам плотник постепенно начал восстанавливать ваш поврежденный фюзеляж. Я пройдусь по палубе, узнаю, как дела у нашего жука Бориса. Пет. Да, питомец. Ты не замечаешь погладить, почесать. Погладить, почесать жуку. Ты не замечаешь ни Эйнара, ни жука. Может быть, где-то гуляешь. Если посмотрю на небо, я увижу комету, которая безумная. Ты можешь сделать проверку спорта. присыпанный магическими блестками возвращается Волкин. Должны уже пройти 40 секунд всего, по-моему. Тем не менее, видимо, это какая-то остаточная космическая магия. Когда он садится на твое плечо, постепенно вы вместе начинаете всматриваться в ночное небо и где-то очень-очень далеко. Маленькая красная точечка. Все еще различимо, но ты не знаешь, оно это или нет. Скорее всего, но без навигатора трудно подтвердить, действительно ли это то, что ты ищешь. Окей, тогда я пойду в библиотеку посмотрю, может я найду что-нибудь про эту комету, что-то интересное. Да, ты без труда заходишь в колюту капитана и замечаешь собственно капитана Аббатека, который постепенно пытается судя по всему привыкнуть к вот этому новому странному кристаллическому устройству, которое ты помог здесь установить. Не буду его отвлекать, просто пройду в библиотеку и начну искать то, что мне необходимо. Это будет сбор информации? Да. Время пока есть. Джунгли что-то не особо. Джунгли зовут. Джунгли не зовут. Это потому, что ты не смелый, не ловкий и не умелый. Вот, не ловкий, скорее всего. А еще там змеи, которые кусают тебя за жопу. Не без этого. Информащен. Что именно ты пытался обнаружить? Какие-то предания, упоминания, что-то такого плана. Все то же самое, что было обнаружено вашими совместными усилиями раньше, ты что-то более интересное имеется, я думаю, может какая-то специфика, какая-то ничего глубже предыдущих успехов, к несчастью, ты не успеваешь найти? Магическое свойство может быть нет. Ты можешь предположить, что это что-то влияющее на разум. Является ли это школой очарования или нет, трудно сказать, потому что можно ли осматривать комету как заклинание? Вряд ли. Можно ли осматривать ее как какой-то элементальную воронку? Трудно сказать. Ты не встречаешь ни одной достаточно стройной теории, изучающей этот вопрос. Блин, плохо. Что делать? Что поделать, да. Так или иначе, в случае, если Гизмонд также вернется на судно, вы будете не вернется. Все. Гизмонд там остался? Гизмонд хочет еще раз попробовать. Вполне. Гизмонд упорный. Пока Версель, Шейла и даже уже Вельч и навигатор Сианадель постепенно забираются на палубу, Гизмонд где-то среди джунглей и гранитных осколков остается в полном одиночестве и забравшись на то место, где сидела его наставница, берет в руки некоторое количество гранитных осколков, перебирает их под аминитативным четком и дает им постепенно сыпаться с ладони, когда один камешек делает цинь, другой цинь, третий цинь, 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 последний осколок растворяется где-то в сочной зеленой траве у основания вот этого гранитного поземента, выдыхая и вслушиваясь в чистую звенящую тишину вокруг. Никакого смеха, никаких прыгающих в водопады идиотов, никаких неловких разговоров, только спокойствие и звезды. как, вот там. Ты останавливаешься, указывая пальцем высоко-высоко над своей головой за секунду до того, как она зацветет белым светом и погаснет так же, как десятки звезд до этого, оставшись наедине с чистым спокойствием этого места и полным удалением от раздражителей. Ты понимаешь, что тебе намного лучше и намного чище медитируется, но ты так же успеваешь с удивлением для себя понять, что, видимо, твои аскетичные пути понимания ритмов еще не так идеально отточены, если колотящееся сердце любителя грибов может так сильно вывести тебя из равновесия. Тем не менее, довольный собой и своими концентрациями, своей усердной работой на пути ты направляешься в сторону корабля, и если никто больше не планирует что-либо делать на привале, канаты и швартовы будут отданы и постепенно отталкиваясь от огромного куска покрытого зеленью камня, Конторелла начинает скользить по глади ночного неба и постепенно теряется среди звезд, набирая новую и новую скорость. Когда все это скопление зелени и дикой природы постепенно пропадает, Гизмон, ты выдыхаешь достаточно, чтобы подумать, а где моя косуля? Все, верно, сейчас я иду защищил. Направляясь в трюм, ты проходишь мимо кают-компании, в которой у какой-то, видимо, второй, да, у смены грота сейчас то ли полдник, то ли что-то в этом духе, и добираясь до непосредственно трюма, ты видишь, что никакой косули и нет, как и не было, а на полочках, на которых находятся разнообразные банки и склянки, теперь они как-то кажутся наполненными практически под завязку, и единственное, что ты замечаешь, так, это то, что посередине вот этого рабочего пространства, которое Зикс Чилл себе здесь устроили, находится отполированный практически до блеска череп косули, у которого из того места, где заканчивается кость, а начинается рог, вырастает полупрозрачная, странная, практически эфемерная кость. Богомоловидные существа разворачиваются в другую сторону. чем мы можем помочь сегодня? Я вижу, вы получили мою посылку. Нужно вовремя сохранить плоть, чтобы ее можно было преобразовать. Я знал, кому ее отправить. Ваше знание благородное. Теперь у меня будет вопрос вне игры, потому что это чуть-чуть сэкономит на времени. Ребят, смотрите, у нас осталось полторы тысячи золота. Это получается три сливка по пятьдесят платин. Если сейчас, чтобы мне апнуть на один еще силы, мне нужно две вставки. Каждая вставка стоит семьсот, то есть полторы тысячи. Амулет ты не хочешь? Амулет тоже хочу, но у нас денег, нормально. Может, сначала амулет, а потом лапнуть. У тебя тоже, да. Сила важнее, на самом деле. Просто смотри, мы, когда доедем до убежища, их больше не будет. Не факт. Ну, скорее всего. Мы должны их там оставить, а дальше хрен знает. Может, твои руки продать, если у нас не будет денег, чтобы оплатиться? Конечно. Если можно, будет это показать. Вот. Это будут не руки, скорее всего. В руки мы уже справляем. Вот. На самом деле, у нас не так уж много денег, если поправлю. У нас куча шмоток. У нас примерно три тысячи золота есть. Дополнительно сверху. Смотри, у нас как минимум твоя и моя, твой и мой амулет стоят в сумме пять с лишним. Пять сто пятьдесят. Какие амулеты? Твой и мой. Амулеты, которые вам нужны. Амулет здоровья, амулет слез. Да. Да. Ну да. Вот. Я предлагаю с них начать, их купить, потому что это наиболее важно. амулеты. можно купить всегда, понимаешь? А характеристики увеличить очень далеко не всегда. То есть, скорее всего, типа, когда будут следующие шансы их увеличить, хз, либо нужно будет с ними договариваться, чтобы они с нами оставались, и мы могли пользоваться этой услугой когда угодно, вот, либо это нужно делать сейчас. Давай так, если у нас не хватит денег, тебе на амулет, ты проживешь? Ну, если мне не хватит денег, я на амулет и проживу. У меня хитов достаточно. Всё, тогда без проблем. Я просто танковать могу, ну, типа, не смогу именно танковать, то есть, не смогу именно забирать на себя основной урон. То есть, у меня-то хитов 70, вот, я, в принципе, много выдерживаю с амулета, у меня было бы 95. Что, собственно, уже нормально. Не шапар. Это было прикольно. Хорошо, если ты вперёд. если вы сможете продать и потом купить всё, что вам нужно, то можно почитать. Главное, чтобы у нас осталось на расстоянии всякие. Чтобы мы понимали. У нас есть... тысяча... 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 две тысячи. Да. Тент, делай, а там уже приедем, будем смотреть, да. Две, три с половиной. У нас... Тебе на малет есть. Сто процентов. Тебе на малет есть. А дальше нужно будет хоботить. Даже чуть больше будет. Хорошо? Тогда возвращаемся к тысячилам. Огромные богомолы судя по всему пытаются починить свой гринскрин. Вроде бы ничего. Итак, что вы надумали? больше силы. Нам потребуется несколько дней. Прекрасно. У нас как раз несколько дней еще будет путешествие. Говорите, когда будете готовы. Готов. Так, подождите, маленький вопрос. То, что ты готов. Сколько это времени займет? Сколько он будет не двигаться? Пару дней. Ты понимаешь, так что мы через пару дней сейчас что угодно быть. Например, мы будем скорлупу пробивать вот это сегодня. это не все равно бесполезен. вот, вот, этот стоповение с кем-то зачем нам ругать? Так что стоповение с кем-то нужно, да, за борт эту фигню не бесполезно. У нас есть вариант в убежище это все провернуть. Ну, то есть, типа, мы в любом случае там будем останавливаться, Даргас будет решать свои дела, вы будете решать свои дела. И, мне кажется, что... Небесные пираты могут грянуть откуда угодно и когда угодно. Нельзя чувствовать себя в безопасности. Резон. Согласен. Все. Давайте так. Тогда посмотрим дикшил и скажу, что мы начнем, как только доверемся до убежища. Договорились. И еще спрошу у них а вы возможно захотите продолжить путь с нами? Зависит не от нас. Зависит от них. От них это, я так понимаю, он продлитель. Очень тяжело используя испорченный телефон телепатический понимать, что именно они имеют в виду. Но твое предположение вполне обоснованно. Хорошо. Добро. Поклонюсь им. До встречи. Всегда рады. Отлично. Возвращаюсь тогда на палубу. Займу вахту. ты возвращаешься к исполнению своих офицерских обязанностей и постепенно вот эта временно прерванная корабельная жизнь возвращается в свое более или менее привычное русло и проходит несколько дней, которые разделены ударами склянок, приемами пищи, какими-то попытками что-то собрать, прочитать или подсмотреть. Если у вас есть какие-то желания и заявки до того, как мы начнем приближаться к границе хрустальные сферы, сообщайте. Я бы хотел с жезлом немножко попрактиковаться, чтобы в нужный момент у меня было больше уверенности, что мы пройдем, собственно. Получить, я так полагаю, какой-то хотелось бы бонус, может быть, к китку или что-то такое. Вполне. Ты знаешь, что для того, чтобы использовать подобное устройство, тебе нужно будет использовать магический предмет и в зависимости от того, насколько это чуждое для тебя заклинание, сложность его создания может варьироваться. Вот. Я поэтому и хотел попривыкнуть к нему. Да. Если я ничего не путаю, то заклинание, которое тебя интересует в посохе навигатора, это Face Door. и кажется, что Face Door это все-таки доступное чародеям заклинание. Да, 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 но невозможно, просто у меня не хватает уровня заглянателя. То есть, я могу его выучить и сделать его. да, но еще маловато. Да, эта дырка будет еще не растяна. Да, Халтера маленькая дырка, так его называют друзья. Вполне. может быть. И да, ты без труда найдешь Рону и Жезл в навигационной комнате в Каюте Капитана. Она переспросит, нужна ли вам какая-то помощь в том, чтобы проассистировать или что-то в этом духе? Нет, спасибо. Я собираюсь магической стороной этого работать. Есть большая просьба, чтобы вы накидали хотя бы примерный план маршрута нашего в момент, как мы придем в убежище. Нам в убежище нужно будет показать Даргазу как примерный маршрут нашего следования. Ну что же, давайте в таком случае попробуем собрать всех офицеров и решить, как мы будем двигаться. Я хотел предложить накидать несколько вариантов, которые вам покажутся наиболее удачные и потом по прибытию уже в убежище мы просто решим, какой из них будет для нас более оптимальный. Да, принято, конечно, это не проблема, мы можем посмотреть и так. Отлично. Все, и продолжу практиковаться. Планируешь ли ты тратить заряды шедла? А это вот ты мне скажи. Ну то есть для того, чтобы активировать это заклинание, тебе, естественно, нужно потратить какое-то количество зарядов, которые внутри него сохранены. Как это будет выглядеть? Мы будем лететь, я буду рядышком с нами создавать деревья? Фактически да. Читие безопасно. Ну то есть пока вы будете двигаться сквозь пространства и звезды, ты отлично понимаешь, что впереди может находиться например крупных размеров какой-то такой же астероид. И ты можешь проверить силу заклинания, создав проход сквозь толщу камня. Это фейзер, да, два заряда, у нас там еще заряда где-то... Это же было... Так. Давай я две использую, два раза его использую, пока мы будем текаск. Каждый день по разу. Угу. Вполне в таком случае ты дожидаешься подходящего момента и без каких-либо особенных проблем пытаешься, выйдя на палубу, я полагаю, на нос, посмотреть курс до этого договорившись с капитаном и как Моисея разделяющий Красное море попытаться рассечь толщу огромных скоплений каменных астероидов перед вами. Use magic device. Угу. 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 Да, да. Без каких-либо особенных проблем ты подходя к этому участку вашего пути выходишь на нос и проворачивая жезл убираешь его в бушприт, вытягивая вперед руку и концентрируя свою силу воли и пропуская ее сквозь вот эту невероятную астролябию заключенную на конце посоха выпускаешь вперед как раз через сетку вот этих трубок и линз рассеивающиеся впереди красивейшим цветным двеером заклинания которое должно бы наверное ослепить существо неспособное видеть какие-то вещи во тьме тем не менее когда темная масса вот этого мрачного небесного гранита как будто раскаляется до бела и в середине ее сначала проходит тонкая вертикальная полоса а затем ты замечаешь как по мановению твоей руки она как двери очень медленного лифта раскрываются и ты видишь как кусочек за кусочком песчинка за песчинкой вот этот астероид превращается в фазирующую эфирную ткань которая подергивается вот этим удивительным золотистым свечением и как с тем что это первый раз когда ты создаешь это заклинание на всякий случай свободной рукой ты начинаешь держаться за фальшборд корабля когда вы идете максимально на сближение но на вашей феноменальной скорости это происходит даже быстрее и легче чем ты ожидал Конторелла прорезает бушпритом как будто набегающую волну но на этот раз вот эту золотистую эфирную ткань не существующего временного камня и пройдя насквозь ты видишь собранные паруса и высокие мачты как будто сквозь плотный туман вокруг них слегка набухает вот эта золотистая магическая пена и мелкими обрывками и осколками улетает куда-то по направлению за вашу корму вы успешно проходите сквозь гигантских размеров астероид и ты преисполняешься уверенности что ты вполне способен пользоваться этим единственный момент что ты явственно ощущаешь как в посохе стало меньше концентрированной магической силы будешь ли ты на следующий день повторять этот эксперимент есть ли смысл я получу да так я понимаю я понимаю какой у меня бонус будет ты знаешь что фазирующая дверь это заклинание седьмого уровня ты знаешь что твоя типичная сложность в подобном случае да это будет соответственно 10 плюс 7 это 17 ты знаешь что чтобы все прошло без соответственно сучка без задоринки и ты все бы смог создать потратив заряд и получив эффект это требует от тебя 17 сложности хорошо если то что я сегодня практиковался дает мне какую-то уверенность уменьшает теперь теперь ты знаешь точную сложность и ты знаешь приблизительную скорость на которой вы идете в сближение с этой самой фазирующей дверью ко всему прочему ты знаешь что раз два три шестнадцать да сейчас одну секунду ты знаешь что подобная дверь созданная соответственно навигационным посохом будет чуть-чуть отличаться от фазирующей двери в стене замка или что-то в этом духе потому что стандартная версия заклинания пропускает какое-то количество живых существ ты же в своем магическом величии знаешь что это заклинание должно пропускать судно и все что есть на нем за каждый ящик за каждый проход живого существа было бы как минимум странно это заклинание таким образом использовать поэтому ты окончательно удостоверяешься в том что времени на проход сквозь все это хватает я не буду не буду портить еще зря вполне и еще спустя соответственно около двух дней пути вы постепенно приближаетесь к этому невероятному краю мира последнему рубежу чем ближе к вам приближаются звезды тем сложнее даже представить себе что это сфера потому что на к концу второго дня после тех соответственно пяти дней путешествия которые были до того вы добираетесь достаточно близко чтобы можно было увидеть стену из хрусталя огромное титаническое абсолютно гладкое пространство которое в отличие от любых твоих представлений о сферах тебе кажется что если бы подлетели к краю хрустальной сферы где-то же оно должно закругляться верно где-то же должен быть этот изгиб можно вопрос еще когда я практиковался в фазирующей двери я же должен ее открывать так чтобы еще и второй корабль за ним прошел ты знаешь что все это открывается на определенное время по моим примеркам нормально все проходит по твоим примеркам это будет соответственно 16 да в связи с тем что это серьезное серьезные чары и если вы будете находиться достаточно близко при координированной работе за одно использование подобного устройства два корабля смогут пробраться внутрь что наталкивает тебя на очень интересную мысль в случае если бы у вас не было этих чар или в случае если вы как-то потеряете или испортите или используете весь жезл весь скипетр ты для себя отмечаешь мысль о том что можно пытаться как пиранья цепляться кому-то за хвост и пытаться вот таким же образом как неблагородные пассажиры в час пик проскочить магический турникет вместе с кем-то другим тем не менее я попрошу вас от вас всех по проверке спот чем ближе вы добираетесь к грани конца ночного космоса кто-то сегодня все в ударе что я нормальные проверки бросал я просто в ударе сегодня 27 35 34 действительно так вы выстраиваетесь на носу рядом с халтера и чем ближе придвигается вся эта конструкция вся контарелла к вот этой абсолютно темной блестящей хрустальной стене тем больше вы замечаете каких-то абсолютно невероятных вещей и тогда когда вы шли по направлению к границе хрустальной сферы это казалось безумием но теперь невозможно как-то откреститься от этой мысли звезды которые вы привыкли видеть в ночном небе они здесь вы видите как по всей толщине по всей плоскости вот этой удивительной хрустальной стены разбросаны огромное количество каких-то невероятных магических надписей символов титанических размеров заклинаний вычерченных в магическом хрустале и там где вы замечаете запятые апострофы двоеточие и что-то еще активные пульсирующие яркие звезды светят как невероятные прожекторы внутрь хрустальной сферы то тут то там те кто выкинули за 30 вы на границе своего восприятия видите как вокруг этих исполинских букв и формул бегают какие-то муравьи жучки нет это гуманоидные существа с бледно-серой кожей которые стадами ходят туда-сюда и то ли подметают то ли дорисовывают то ли подчиняют то ли протирают все это выглядит как невероятная бесконечная процессия каких-то разнорабочих уборщиков которые абсолютно монотонным практически неживым видом походки блуждают туда-сюда по вот этому абсолютно блестящему и безжизненному хрустальному пространству и абсолютно не обращают внимания на ярчайшие вспышки света как будто извержение вулкана то тут то там вы видите то есть они находятся в флагистоле вы не во флагистоле вы все еще подходите практически вплотную к огромной хрустальной стене они с вашей же стороны пустоты блуждают по вот этому хрусталю даже не по воздуху а именно по кристаллической скорлупе рядом с этими заклинаниями задам вопрос кто-то знаешь кто это понятия не имею но это самое эпичное что я видел в своей жизни все качают из стороны в сторону головы обернувшись видишь как хьялмар у которого в руках большой жбан с светлячками да как-то листает книгу у себя в руках говорит я не представляю себе что это такое старкэльш на твой вопрос скажет я только слышал про этих существ это местная тарильская достопримечательность они есть не в каждой сфере но здесь их можно встретить говорят вдоль их называют хранители вдоль безграничной вот этой блестящей поверхности хрусталя они блуждают и совершают одни им известные действия для того чтобы то ли сфера не обрушилась то ли еще чего говорят в других сферах хранителей нет но можно встретить что-то совершенно дурное несколько моих друзей клялись на священных символах что однажды встречали как по поверхности этого хрустальной скорлупы ходила гигантских размеров черепаха на спине которой держалась целая вот такая планета или что-то в этом духе кто-то другой говорил что видел из полинских размеров гуманоида который только время от времени поправлял плечи для того чтобы держать шарик над своей головой поудобнее но совсем пьяные говорили мне что есть какие-то совсем дурные процессии что какое-то количество чудовищных слонов на черепахах на китах но это нужно быть окончательно пьяницей основу всего на раздание мы видим край за пределами скорлупы говорят даже боги не заходят кажется мы терзнули стать круче чем боги кажется она месте когда версель произносит эти слова к бальдеса будь добра сделай споспросов по воле о воля я же безвольная я же это я конкурую все нет я впечатительную так вы впечатительную безвольную ящевицу любит кометы я слышал звучит как надпись на футболке когда версель успевает произнести что мы практически дерзнулись стать сильнее да ее ее голос становится как-то более хриплым более каким-то да зловещим и вот это боги эхом звучит вокруг и как будто резонирует от все еще далекой но кажется что такой близкой хрустальной поверхности перед вами и когда вы оборачиваетесь посмотреть а все ли хорошо сверсель вы видите как ее крылья топорщатся в разные стороны и в ее глазах постепенно начинает бликами мерцать свет пролетающий вдалеке абсолютно красной как закатное солнце кометы перепонки на ее светлых крыльях наливаются точно таким же пунцово алым светом халтера ты успеваешь услышать в своей голове голос капитана апотека который говорит мы успеваем начать наш контакт мы ждем судно до оргаза насколько он далеко от нас ты можешь сделать проверку спот спот но ты также помнишь что у тебя есть с ним прямая такая же связь через серьгу я думаю я его увижу 31 да без каких-либо проблем ты замечаешь как вот в этом же наливающемся алом свете пролетающей вдалеке кометы блестит вот эта отражающая поверхность металлической капсулы в которой здравствует аркан капитана вот так мы начнем как только суд до оргаза приблизиться к нам на максимально близкого расстояния версель будь добра кинь 1 до 100 а можно мне понять что происходит сэнс мотив я думаю она все растает сэнс мотив очень хорошо сэнс и 4 понимаешь типа если есть ух ты как хорошо сэнс сэнс мотив да когда ты ветеран приключения когда всю фрактальность бытия преисполнился преисполнился конечно настолько преисполнился шоу что там он начувствовал и что происходит сэнс гизмонд ты как-то все еще удивляешься выбору слов которые версия решила озвучить и твое удивление возвращает тебя к ее вот этому странному раскрывшемуся крыльями силуэтом тебе даже кажется что за прошедшие какие-то пятерку дней эти крылья стали куда больше чем были до того они как будто продолжают вот эта странная странная ярость которая в ней находится сейчас она как будто распирает ее изнутри помогая крыльям раскрываться больше и больше и когда ты смотришь на лицо кабальдесы которое ты видел уже не первый месяц да не первый уже почти еще чуть-чуть и будет не первый год да рядом ты понимаешь что это не она что прямо сейчас версальдарс будет пробовать что-то атаковать халтера ага прекрасно и это важно потом ну давай я не боевой момент я когда обернусь и вижу версии с крыльями бешеным взглядом халтера сделает прям такое хорошо самое время кинуть инициативу а теперь инициативу конечно подожди у меня есть действие до да но это до мне нужно понимать что будет происходить после а это ре легко это ми вот это ре это не ре а нуля покажи делали ну правда сейчас тебе быстро расскажут вот это ре нет это ми проклятие так давай смотреть это не важно так у нас сейчас должен случиться замес если это будет долго давайте я пойду с гоня сделаю кофе это если это будет долго мы можем перелести потому что это еще небольшая драка не переживайте небольшая у нас до 11 время правильно может быть до какого 11 до 11 до 11 до 11 это уже 5 часов будет ну правильно ну какие 5 часов ну теоретически мы делаем это забегами по как это называется по 3 часа по 3 часа да у нас еще 20 минут до 3 часовой отметки давайте посмотрим что произойдет а там будем решать давайте с версией заметимся там уже 5 часов много хорошо я как всегда сзади халтера действительно спешу а я могу сейчас в бою я просто стоять и смотреть ну то есть так или иначе кто-то должен работать с посохом да тем более мне еще нравится когда версия выглядит зло версаль скажи я хороша сейчас отлично я забыла что оно не роет ничего да да оно что ломает все 7 7 в таком случае действительно это будет гизмонт потом гизмонт снова гизмонт да потом версаль потом халтера потом все остальные хорошо так первое что я хочу сделать выкидываться корабль выкидываться корабля потому что это жесть уже ни в какие ворота не везет вот смотри которого никто из вас не ожидал да 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 супер действие вот такую штуку хочу сделать на инту я хочу вспомнить что там было в этом пророчестве вообще могу я так попробовать не могу видимо на 4 комета что-то как-то сводит драконов с ума но наведи на нее пальчиком и сделай вот так как ты делал понял добро только звезда загорелась и теперь у тебя есть еще непосредственно стандартное действие действие эквивалентное перемещение конечно а мы я же могу делать чардж на нее я же могу на нее бежать верно вы все вы все так или иначе стояли достаточно рядом я не уверен что между вами будет 10 футов да прекрасно тогда нет смысла да просто я датное действие эквивалентное грэпл хочу хочу грэпл ты можешь у меня вопрос да давай да во первых я сейчас управляю собой или не управляю собой второе у меня меняются как-то статы или не меняются сейчас одну секунду мы может ли она выкрикивать проклятие естественно замечательно становлюсь я сильнее типа у меня появились какие-то дополнительные билки она может такое остаться она всегда смотри пока пока комета находится рядом с тобой и ты чувствуешь ее влияние ты получаешь временный бонус плюс 4 к силе плюс 4 к конституции плюс 2 бонус моральный на волю но минус 2 к классу брони то есть это фактически ярость варвара так еще раз плюс это модификатор типа плюс 4 к сейчас я тебе скажу бонус да это это не количество это прямо готовый рабочий модификатор абсолютно а то есть у меня ага я поняла так то есть у меня модификатор теперь не 2 а 6 соответственно за каждый уровень это какое-то количество то есть если бы это был ее перманентный модификатор то да временных хитов она не получает таким образом я себе случайно что-то мало так это нормально вот и в зависимости от броска стогранника мы получаем разнообразные эффекты психологические есть шанс что при броске версии будет контролировать себя есть шанс что она будет вынуждена как при разнообразных видах помешательства хотеть делать другие вещи в данный момент она на своей инициативе будет хотеть делать другие вещи я эти другие вещи типа не буду контролировать сейчас правильно ты будешь контролировать ну то есть это как и с например страхом или чем-то подобным ты решаешь например который будет говорить что мне делать смотри на этом раунде ты будешь комета призывает тебя атаковать какое-либо существо обычно подобного рода компульсия будет заставлять тебя атаковать ближайшее но вы находитесь с халтера и гизмантом практически в соседних клетках поэтому решать тебе кому ты хочешь испортить людей легко может она не злое существо она яростное существо хочешь хочешь фокус хочешь так давайте давайте еще раз плюс 4 ксилия плюс 4 ксилия плюс 4 ксилия плюс 4 к конституции а сори ага нормально да конечно плюс 4 плюс 2 к воле минус минус 2 ксилия плюс 2 к воле да да ага окей и минус 2 на ац да да поехали the increasing constitution фигню сказал про хитпойнты да сейчас вполне у тебя появляется 20 временных ты десятого уровня сейчас правильно да девятого девятого десятого вы когда покинули скалу брала точно да соответственно у тебя пока ты находишься в состоянии ярости появляется 20 временных хитпойнтов так так отлично так где я могу черт где мы отца отминусовать можно сейчас это мы можем делать это от броска к броску не обязательно как-то менять все в чершите да учитываем и хитпойнты о так окей ты знаешь что ты чувствуешь что в состоянии ярости тебе недоступны проверки умений связанные с непосредственно харизмой ловкостью или интеллектом такие как во время ярости я просто короче танчик я танчик понимаешь который злой убивать убивать поэтому вернемся к порядку инициативы гизмонд ты планировал сделать grapple да я вот ну я должен делать на самом деле вообще по красивому я мог сделать хайт и посмотреть как она раскопает халтер это было бы прям прикольно интересно вот но мой алаймур мне не позволяет наслаждаться тем как один маг получает люлей один маг с кучей заклинаний попрошу люлей ты что ты будешь применять не будешь она сейчас тебя заграплет короче пальчиком покажи где тебя будут атаковать как цитируя знаменитого тарифского барда Валерия Меладзе один чародей искал смысл жизни нет нет отмена отмена это песня которую я не знаю конечно это мой брат это неудивительно не эта композиция называется мой брат мой брат сказал однажды не важно а композиция мой дед есть у него? должна быть буквально еще пара мгновений итак Гизмон что ты решаешь делать? перед тобой постепенно она стрёмная вот так вот ты говоришь? сам ты стрёмный да типа очень стрёмная вполне сделай пожалуйста проверку сейчас увидим да проверку грэппл это твой бонус силы твой базовый атак бонус у меня есть типа тут же есть готовая да конечно да это солидный бросок 11 плюс 11 ни хрена себе да Версаль в связи с тем что это грэппл ты делаешь встречную проверку для того чтобы понять сможет ли этот хилый эльф удержать твою драконью мощь грэппл чек да грэппл чек ой глядите кто здесь пёс ты добавила сюда все свои все свои модификаторы ты конечно можешь меня сейчас схватить но что погоди 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 тут что-то что-то выглядит фишей соответственно а стоп подожди а ну нет все правильно давай смотреть какой у тебя модификатор базовый базовый атак бонус сейчас давай посмотрим базовый атак бонус 7 так 7 ты добавляешь к нему свой модификатор силы свой модификатор силы у меня из-за размера минус 4 типа они взаимонигалируются так сайз модифаер но она же маленькая все правильно эээээ дааа подожди подожди я тебя шу пиздушу кырями я я как одержала могу говорить проклятиями господи как тащи дааа да сгорит твоя так а я могу огнем пыляться миша я могу пыляться огнем столько желчи дрэгонбрэд пока что это по моему должен быть отдельный фит дрэгонбрэд у тебя есть у тебя есть кажется для него все пререквизиты буквально на каком на 12 уровне ты можешь подумать об этом гизмонт да тебе удается на этот раз схватить весель и и я крикну халтра нам нужно чем-то ее вырубить тащи воду стикса или снотворное держу ее и удерживаю моя задача удерживать я не собираюсь ее там калечить ты пытаешься помни версаль ты приходишь в свою инициативу мой выбор очевиден да подожди сейчас я на своей инициативе стойте секундочку я на своей инициативе ее загреплил верно потом моя инициатива я могу ее беззад я могу смотри погоди у тебя было у тебя было одно действие которое ты получаешь от скрытого и ты потратил его на неудачную проверку интеллекта потом началась твоя инициатива и ты тратишь свое действие атаки на греппл а ладно я что типа целое действие потратил на это ж типа как обычный это ж не нужно я мог бы еще и походить в этот момент или что или это не учитывается греппл не считается или греппл греппл это стандартное действие это как скастовать заклинание или сделать атаку а как сделать атаку естественно все окей не вопрос тогда перехватываешь кабальдесу изо всех сил и удивляешься потому что ее вот это над тобой трудились зикс чил наполняя твои мышцы дополнительной силой ее ярость тем не менее бурлит в ее небольшой кобальдской форме и ты слышишь как об твою спину колотятся крылья хлопая верст ли твоя инициатива да-да я попытаюсь короче выбраться из греппла и вернуться и как я делаю греппл чек для начала вот смотри для того чтобы выбраться из этого состояния ты можешь либо попытаться применить escape artist к несчастью ты не можешь этого делать во время ярости либо попытаться вырваться из соответственно этого греппла силой либо просто атаковать мерзкого эльфа который пытается удержать и так сказать сдержать твою драконию ярость подержи и она не может меня просто атаковать может она удержана да она может атаковать в греппле клааа по-моему это не так работает давай почитаем потому что это что-то не то там греппли как раз очень ограничено все ты не можешь ни фига делать ты когда пойтишь ты не борешься у меня дракония ярость ты не понимаешь у меня дракония ярость я делаю в ярости я делаю в правилах давай читать потому что там греппли очень сложные правила на спе я помню там не так все просто ты вот а я хотел сказать тебе очков не хватает у тебя очки уже есть понимаешь а вот вот книжечки написано плюс один да да это игра про плюс один смотри 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 правила говорят if you're grappling regardless who started the grapple если ты находишься вот в этом состоянии ты можешь activate a magic item attack your opponent cast a spell damage your opponent draw a light weapon escape from grapple move retrieve spell component pin your opponent break your opponent's pin use opponent's weapon есть масса возможностей а что отдается до греппл нахрена он нужен вообще он мешает ей поступать как ей хочется ну то есть версия не может улететь прямо сейчас я не могу убежать я не могу улететь да да то есть она привязана к этой клетке специально в данный конкретный момент времени но попытаться что-то тебе навредить она может даже будучи в клинче она и оружием может воспользоваться она может потратить свое действие на то чтобы достать оружие если сейчас или достать оружие или атаковать или когтями попытаться выцарапать ублюдку глаза именно это я сделала это считается как мили атака или какая-то базовая атака это считается как unarmed страйк я полагаю да в связи с тем что это ты находишься вот в состоянии grappled и ты не тренирована с подобной дракой ты соответственно пам 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 да можешь атаковать или легким оружием или соответственно своими когтями или руками но ты делаешь это с минус 4 еще раз я или могу достать оружие и на следующем действии попытаться типа атаковать или я могу сейчас воспользоваться когтями но это будет минус 4 от моего там милета от твоего броска на попадание окей хорошо тогда это будет трон гизман какой у тебя класс брони вполне 18 а у нас же клапуты чест правильно мы же боремся 14 да прекрасно версаль ты будучи существом малого размера так это не не критическая попадание верно будучи существом малого размера ты повреждаешь своего противника на 1 до 2 ударом кулака но не забывай когтей не забывай дополнять туда свой бонус от силы окей 1 до 2 плюс твой бонус от силы 5 находясь в жутком состоянии панической ненависти гизман ты видишь и ощущаешь как у тебя по лицу по шее куда-то под воротник залезают абсолютно холодные ледяные когти кабальдессы которая постепенно хлопает по тебе крыльями как-то пытается вырваться у тебя из захвата но в общем-то чувствует себя очень опасно это была версель халтера как далеко корабль даргаза от нас ты видишь что он постепенно встраивается вам в хвост да сколько примерно минут минута 5 нет это ну то есть если он движется с вашей же скоростью то это вас разделяет раунд может быть два а ну хорошо у меня есть два раунда я вот то что сейчас с ней происходит я могу кинку спелл крафт чтобы понять это что вообще ну типа это магия могу ли я что-то если это магия могу ли ясно что сделать да спелл крафт подойдет 15 15 достаточно для того чтобы понять что это проклятие судя по всему вся эта комета да она разносчик проклятия для всех кто каким-то образом так сказать генетически связан с драконьей кровью и чем больше в тебе драконьей драконьего наследия тем более обильно оно проявляется а это правильно что так спелл лайк эффект это спелл лайк эффект да ауру я не могу определить каким-то образом ты почувствуешь мощную ауру негативной энергии как и у многих проклятий я просто у меня еще есть диспел мэджик я же хочу понять есть ли его смысл использовать ты на спеллкрафт 15 предполагаешь что потенциально эта комета не если ее и создал маг то это был маг активно сильнее тебя если его создал жрец и или какое-либо божество то ты не настолько уверен как с этим работать хорошо я попробую что стрел от халтера халтер строит на носу с посохом слышишь что происходит как вы ворачивается видит версаль говорит боже как красиво видит как ее хватает безумный гизмонд говорит что ты делаешь отпустишь какая красота но сделаю диспел мэджик на всякий случай потому что почему бы нет 1 d20 плюс 10 у меня мне нужно пробросить ты можешь попытаться я не уверен что у меня конечно я 20 выкинул было бы так круто я выкинул бляха почти 20 но я не уверен что это сработает гизмонд ты ты чувствуешь как вот это существо в твоем клинче которое в общем-то ты привык называть версаль но сейчас оно источает какую-то вязкую слюну проклятие царапает все до чего дотягивает тем не менее через практически пару мгновений после того как халтера складывает свои руки вокруг него огромный магический всплеск таким рассеянным веером сбивает магию халтера ты работаешь точно на версаль или так сказать по площади не только на версаль и на секунду вот эта кровавая алая жажда или ненависть в ее глазах перегорает версаль ты чувствуешь себя собой но знаешь что времени немного кинь 1 до 4 у нас на корабле есть как он называется ибрит 4 ты полагаешь что где-нибудь через 6 и 4 24 чуть меньше чем через полминуты явить снова навалит на тебя голфакта у нас есть ты полагаешь что где-то в трюме можно короче клетка есть вы не заводили ничего подобного не проектировали это не то чтобы сильно обширный как это называется свободном месте корабль но всегда можно импровизировать зато у нас есть веревки да скажу прости версия ты была великолепна не отвлекайте пожалуйста что происходит что получилось ты сходишь с ума ты сходишь с ума ты меня царапаешь и пытаешься всех убить и я тебе screen держи или что add сопротивляйся начинаю вязать ее зачем что ты делаешь прекрати миша начинаю вязать ее каз shampoo кубик когда кидаешь кубик идет в секунду это как будто ты берешь веревку и тащишь к ней Да. Что происходит? Эй, Халтеров, в чём дело? Просто не сопротивляйся. Ты была великолепна. Я хотел, чтобы такая осталась, а ты убьёшь Гизмонда. Гизмонд отправляется к соседнему Нагелю, пытаясь стянуть оттуда какое-то количество конца верёвки, но у Версель снова зажигаются глаза неистовой яростью и из Роуф-23. Это довольно неплохо, но тебе придётся ещё раз попытаться победить Версель в Грэппл Чек, потому что вы слишком много мямлили, пытаясь понять, что же происходит. Как же меньше слов сразу действовать? Где я вот это вот? Алло? Блин, чувак, типа, ну ты прикалываешься. Алло, скрытый, алло. Здравствуй, секунду. Попробуй, помоги, делай не тринди. Ха-ха. Всё равно. Без разницы. Я тоже был висит человеку, что с ним происходит. Ну, типа... Набрасывай. Пытаясь, да, накрутить на Версель верёвку, ты хватаешь Кабальдесу и... пытаешься перевязать её. 23. Версель, твоя подвижность временно ограничена, но ты всё ещё можешь атаковать крыльями, зубами, когтями, всем чему угодно. Господи. Я так и сделаю. Следующее, что я сделаю, завяжу и рот, короче, а потом завяжу и рот, короче. Версель, не остановись меня. А я могу выбраться из верёвок? Или... Да, ты можешь сделать... Или я, типа, недостаточно интеллектуальна для этого сейчас. Ты достаточно интеллектуальна, чтобы попытаться, не знаю, порвать верёвки, перекусить, перегрызть. Да, отлично. Какую проверку для этого лучше устроить? Сейчас, один момент. Я посмотрю, харднос верёвки. Это, естественно, будет... Харднос 0. Это... Да, 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 да. Это 1 дюйм, я полагаю. Это вполне здесь подойдёт. Ты можешь сделать просто атаку по верёвке для того, чтобы... Невооружённую. И мы посмотрим, что произойдёт. Окей. Вместо того, чтобы, да, наваливать Гизмонду, вы видите, как... Наваливали на скепке. Версель, да. You can't change me. Вполне. И, пожалуйста, нанеси 1 до 2 плюс 4. Окей. Вполне. И та же самая ярость, которая её до этого переполняла. Гизмон, ты оборачиваешь Версель в несколько слоёв верёвки и уже закручиваешь первый узел, в то время как гибкая кабальдесса, собираясь во все стороны, разбрасывает в разные стороны лопнувший канат своими бугрящими, покрышившимися чешуёй, мышцами и крыльями, которые неяростно хлопают в разные стороны. И с её каких-то обезумевших уст ты успеваешь услышать ДРАКОООН! Хаутера, ты чувствуешь, как Конторелла постепенно приходит в движение. Так, я понимаю, мне на каком раунде нужно кастовать уже заглядывание, сколько у меня примерно... Ты полагаешь, что дело не столько... Шопа котика! Простите. Не столько... Прекрасно. Это не то магическое слово, которое я ожидал услышать. Ты полагаешь, что здесь все будет зависеть от... Ну, то есть, есть два варианта, как это можно сделать. Либо попытаться самому двигаться вперед и, так сказать, открыть фазирующую дверь до вашего прибытия внутрь. Либо попытаться синхронизировать собственные рефлексы с движением Контореллы, для того, чтобы закончить заклинание в момент, когда она подойдет максимально близко. И сколько это примерно на скидку раундов может занять? Один? Один займусь. Там танк занимается, я не думаю, хорошо. Ты видишь, когда битва плутовки и рейнджера разворачивается на носу, в то время как вся остальная команда тут-то там не спешит разбираться с тем, что именно там происходит. Тем не менее, перед тобой вот эта приближающаяся мощь хрусталя все ближе и ближе. Так, давайте посмотрим, что у нас записано в инвентаре. Посох навигатора, для создания заклинаний, да, костер лавел 16-го уровня, окей, да. Ты сделай еще спасбрусок по рефлексам, пожалуйста. По рефлексам, да. По рефлексам это все очень плохо, я даже. А, ну, хотя нет. Нет, да. Вполне, ты пытаешься создать заклинания и понимаешь, что не успеваешь. Все это ощущение расстояния здесь, вот этот темный кристалл, эти странные существа, которые ходят по скорлупе. Все, что ты так или иначе сейчас видишь и ощущаешь. Вот эти тормошащие вокруг тебя версели Гизмонт. Ты пытаешься создать заклинания, но не преуспеваешь в этом. Ты понимаешь, что на следующий раунд Конторелла получит какое-то количество повреждений, но ты сможешь попробовать еще раз. Ваш бушприт подвигается... Я подключил, что приготовьтесь к восстановению. Приготовьтесь к восстановению! Praise for intact. Да, бушприт постепенно начинает, если бы это был металл об металл, он начинал бы высекать искры, но сейчас вы Гизмонт, Версаль, вы видите, ощущаете, как дерево начинает ужасающе стонать, слегка проворачивать. Если бы вы были прямо в воде, то Конторелла бы стукнулась, да, или ее начинала бы разворачивать. Но в связи с тем, что над вами и под вами такая же абсолютная чернота дикого пространства моря ночи, то весь корабль начинает сначала крениться вверх. Гизмонт, твоя инициатива. А что я? У меня дела очень простые. Беру веревку, вижу ящерица, вижу ящерица, вижу ящерица. И раполойся. Все. Гизмонт, Версаль, Встречные Grapple Checks. Все очень просто. Что кидать первое? Бандаж пати. Эй! Слушай, я же забыл про очень важную вещь. Смотри, ты. Коток. Ох ты, черт. О! Провалил. Не смог. Вполне. Ты протягиваешь еще один канат вперед, пытаясь создать самозатягивающуюся петлю, но кабальдеса снизу вверх рассекает. Твой блок и высвобождается. У тебя еще есть действие перемещения? У меня еще есть действие перемещения. Так. Иди. Ага. Сколько раз я себе говорил, что надо было заготовить нелетальные стрелы. Сколько раз я себе об этом говорил, что надо было заготовить чертов комплект нелетальных стрел. Целый поток мыслей пробегает у тебя в голове, в то время как огромная пылающая алым светом комета проходит у вас за кормой. Что ты можешь? Панч. Могу сделать? Нет? Никак? Только отойти могу. Да. У тебя есть стандартные действия и действия перемещения. Ты стандартным действием, которым ты атакуешь, создаешь заклинание или делаешь какие-то разные странные вещи, ты используешь его на грэппл. Ты попробовал грэппл, ты провалил грэппл. Больше нифига не могу. Могу отойти только, да? Причем могу отойти только на 5 футов, потому что если я буду выходить, я провоцирую. Ты можешь получить такую возможность, нет? Ты можешь отойти хоть на всю свою скорость, если хочешь, но за когти, крылья и драконию ярости я не ручаюсь. Да понятно. Да. Ну, тогда я сделаю подшаг от нее, как бы это строго не звучало. Вполне. Подшаг. Ты бросаешь... Просто когда она потеряет еще одно действие на нападение, потому что тебе придется... Ну, она больше двигательнее сможет, если сделает подсадка. Может быть, но мы никогда не узнаем. Конечно, узнаем. Гизмонд, конечно, ты кидаешь обрывки разрубленного каната себе под ноги, и ловко пытаешься понять, куда бы безопасно было отступить. В то время как, Версель, пожалуйста, кинь Д-100. Моё любимое. Это три на Д-100. Вполне. Хороший бросок. Гизмонд, Халтера, вы видите, как вот эта напряженная, пульсирующая ярость. И у Кабальдесса отбрасывает попытку Рейнджера связать ее, и несколько раз хлопая крыльями с выпущенными вот этими кобальдскими когтями, оборачивается вокруг, и вы замечаете, как что-то внутри нее, какой-то невероятный столб силы воли, доступный, возможно, только стяжательнице, останавливает ярость. И вы видите, как вот это пульсирующее алое свечение у нее в глазах по крайней мере на эти шесть секунд расступается. Версель, ты больна поступать как хочешь. Я в воздухе, да? Нет, ты стоишь. Ты на палубе, да, но ты можешь... Ладно. Мы можем прыгнуть за борт, например. Нет, я взмываю и, короче, паркуюсь на мачте, в которой я смотрела, на звезды и берега. Угу. Версель, пригибаясь на секунду к земле, расправляет свои усиливающиеся крылья, и с каждым хлопком ты понимаешь, как вот такой приятный, с одной стороны, с другой стороны, пугающий хруст костей, который происходит у нее за спиной. Крылья расправляются и становятся как-то больше, грубее. Но вот эта невероятная, допотопная, доисторическая ярость, которая ее наполняет, отступает, и невероятной красоты белосеребряным штопором Смывая по Кривой дуге наверх Кабальдеса долетает до вороньего гнезда И останавливается там Потратив все свое перемещение Халтра Да, пробуем еще раз Сначала кинь пожалуйста 1д6 Ну смотри я же сейчас ярости Сейчас нет, но на следующий ход кто знает Ну да На следующий ход ярости будешь И ты теперь можешь пикировать оттуда Что еще хуже 5 Это 23 минус 5 18 18 Что 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 После у нас повреждения именно если Нет, это то что осталось Конторелла с хрустом Вы видите как бушприт Начинает постепенно расщепляться От контакта с ужасающе плотным Вот этим черно блестящим стеклом В то время как Халтер Растборн Смахивая холодный пот Перехватывает жезл двумя руками Ударяя перед собой Вы видите как Чередей начинает Медленно декламировать Какие-то Арканные Пассажи И точно такая же Плоскость белого света Рассекает пространство перед вами И На удивление Как какую-то воронку Пустотную Когда она постепенно Открывается Щипа И осколки Какой-то пеньки И все остальное Начинает Сыпаться Внутрь Вот этого Разреза В Колдовском хрустале Который постепенно В разные стороны Вниз и вверх Раступается Поднимаясь В разные стороны Следуя Движению Посоха И Поворотом Головы И инкантации Чародея Огромных Исполинских Размеров Двери Приоткрываются Вот в этом Блестяще Черном Стекле И Вся Конторелла Несмотря на Полученные Какие-то Повреждения И сотрясения Из Абсолютно Черной Ночи И Под наблюдением Десятков Взглядов Вот этих Шаркающих Ногами Безвольных Хранителей Которые Ходят По Внутренней Стороне Скорлупы Вы Видите Как Ваше Судно Не сбавляя Скорости Входит Глубже И Глубже В Расщелину Между Кристаллом И Эфирная Дымка Остающаяся За вами Постепенно Оставляет Острые Золотые Расчерки Уходящие В Пустоту И ночь Я прошу вас Всех сделать По спастброску Стойкости Сейчас Люблю такое Где И Фарта Оставляя За своей Спиной Полощащиеся Знамя Над Кормой И Переливающийся Цветами Ночного Неба Корабль Даргаза Вы Постепенно Входите Через Вот Эт Огромный Водоворот Магии И эфирной Пыли И пены Прорезая Черную Ночь Кристалла В Ослепительно Яркое Пространство Казалось бы Как будто Из Полуночи Вас Прямо Сейчас Выбрасывают В Яркий Полтень Вокруг Вас Невозможное Количество Рек Версаль Ты Как Кабальдеса Особенно Сильно И активно Ощущаешь Вот это Давление Яркого Света На свои Нежные Глазные Яблоки Потому что Здесь Все Переливается И С одной стороны Тебе кажется Да Ты Закрываешься Крыльями И С удивлением Понимаешь Что Когда вы Переходите К границу Вот этой Кристаллической Массой Ярость Улетучивается Ты больше Не чувствуешь Ненависти И полностью Контролируешь Собственное Тело И сознание В то время Как Пытаясь Постепенно Вернуть Себе Зрение Ты Оглядываешься По сторонам И С одной стороны Тебе начинает Казаться Что Это Ты Может быть Заснула В этом Фонтане Между Астероидов Потому что Вся Панорама Вокруг Тебя Вокруг Каждого Из вас Переполнена Разнообразными Цветами Здесь Пульсирующие Радужные Потоки Здесь Какие-то Облака Зеленого Высвечивающиеся Желтым Здесь Красные Осколки Которые Рассыпаются Синими Цветами Здесь Невероятное Количество Красок Излишнее Количество Красок Таких Ярких Каких Можно было Увидеть Только в Наичистейшей Магии Которую Вы когда-либо Встречали Если Пытаться Осматриваться Вокруг То Знакомым С Какими-то Военными Технологиями Может показаться Что вы смотрите Через какой-нибудь Тепловизор Настолько Разнообразные Оттенки Насыщения То тут То там Проявляются И В В Этой Абсолютно Невероятной Дикой Чуждой Цветной Гамме Хаотично Пульсирующих Цветов Конторелла Выходит В Судя по всему Поток Вы Постепенно Очень Осторожно Начинаете Осматриваться Вокруг И Оглядываясь Гизмонд И Халтера Вы По чуть-чуть Видите Разницу Где Поток Вот этой Радужной Реки Спешит Торопится Бежит Куда-то Вперед И несет За собой Ваш Спеллджеммер В то время Как В Остальных Случаях Где-то Дальше Здесь Опять-таки С расстояниями Становится Совершенно Невозможно Определить Где Конец Где Граница Где Начало Тем не менее По Скорости Передвижения По эффекту Параллакса Вы успеваете Понять Что Где-то Вот этот Элемент Радужный Разноцветный Рядом с вами Движется Быстрее Где-то Медленнее Где-то Он Ведет себя Как Вязкая Карамель Где-то Как Струящаяся Речная Гладь И Оглядываясь По Разным Сторонам Вы Постепенно Выдыхаете И Начинаете Задумываться Если До этого Среди Ночных Звезд Вы Дышали Чем-то Чем Вы будете Дышать Сейчас В то время Как Магия Которая Продолжала Насыщать Ваш Сплджеммер И Кормила Начинает Постепенно Угасать Угасать И Вся Конторелла Которая Продолжает Своё Движение Начинает Двигаться Более Размеренным Спокойным Образом И Здесь Также Абсолютно Удивительно Тихо Ещё Тише И Особенно После Этой Сцены С Сводящей С ума Драконей Кометой Здесь Пугающе Чуждо Но Удивительно Спокойно Единственная Мысль Которая Не даёт Вам Покоя По крайней мере В голове Халтера Она Звенит Леденящим Чёрным Звоном Где-то Здесь Среди Потоков Радужного Флагистола Скрыто Огромное Количество Чародейских Тайн И Невероятных Сокровищ И На этом Мы на сегодня Останавливаемся Перфект тайминг Надо запомнить Что Наша Версаль Где-то там Наверное Верхний Матч Тебя Сидит Она Да Сидит Или стоит Непосредственно На Вороньем Книжде Когда у тебя Есть крылья Какие-то вещи Стараются Намного Проще И понятнее Ну что же Дамы и господа Спасибо Что Мы успели С вами Сегодня Поиграть Я точно Не знаю Буду ли я Здесь Через Неделю Или Мы уже Отправимся Куда-то Чуть-чуть Походить Пешком Раз в сто Лет По горам По долам Но В Лучшем Случае Мы может быть Увидимся Через неделю В Экстремальном Случае Мы Сделаем Небольшую Паузу До Начала Сентября Если Что Я Совершенно Не против На неделе В любой День Хорошо Договорились Может быть Какой-нибудь Рутину Здесь Смотрите Я Семнадцатого Уезжаю То есть Да Если Вам будет Ток Мы можем Собираться Просто Когда еще Солнце Закон Потому что До луна Я хочу Все-таки Плескаться В водичке Действительно Понимаю Желание Плескаться В водичке И может Быть По сегодняшней Сцене С плесканием В водичке Это Чувство Было Понятно Ну что же Еще раз Огромное Спасибо И Увидимся С вами В следующих Выпусках Или Звездной Пыли Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры